У нас немножко так спонтанно получилось, собственно говоря, мы планировали проводить такое больше мероприятие здесь вот в Киеве, в Киевском центре, но было очень много желающих узнать новости последние, потому что недавно в Феодосии произошло очень важное событие для метода, для всех нас вообще, и, соответственно, много людей хотело узнать, что, собственно говоря, произошло и в чем ценность этого события, ну и мы решили провести такую встречу уже в онлайн-варианте, тут еще кто-то летает, видите, даже мухи хотят знать, что тут у нас происходит, значит, и, коль у нас так вообще все, ситуация сложилась, то мы решили еще в следующей неделе мы начнем проводить клубные встречи по методу Бронникова в онлайн-варианте, такой, каждую неделю, то есть у нас в Киевском центре будут проходить занятия, мы будем проводить онлайн-трансляцию, то есть можно будет участвовать непосредственно во всех клубных занятиях, которые здесь будут проходить. Там расписание в ближайшее время мы дадим, это будет либо там каждый понедельник, либо каждый вторник, либо каждый понедельник и вторник, в общем, в ближайшее время расписание будет по этому поводу. Какой у нас сегодня регламент? Значит, первое, значит, о чем мы сегодня поговорим с вами, это об том самом важном событии, о котором я уже упомянул, то есть недавно, в 22-го числа, 22-го июня в Феодосии произошел некий новый виток развития нашего движения, событие, которое послужило новому витку развития нашего движения. Об этом событии мы, собственно говоря, сегодня поговорим, это связано с черной материей, с различными сущностями, в том числе и мертвыми сущностями, то есть это очень необычное такое мероприятие было, ну, собственно говоря, ему будет посвящена основная часть нашего сегодняшнего мероприятия. Ну, а во второй части разберем несколько каких-то теоретических или практических моментов, которые вас будут интересовать в плане метода, там, первой ступени, других каких-то ступеней, то есть уже будем в более таком живом варианте отталкиваться от каких-то пожеланий и предпочтений. Ну, и, конечно же, практически позанимаемся, то есть позанимаемся какими-то техниками, почему я говорю «какими-нибудь», потому что я еще не совсем ориентируюсь, насколько у нас подготовлена сейчас аудитория, в зависимости от того, насколько, собственно говоря, вы подготовлены, такими техниками и позанимаемся. И в конце сессия вопросов-ответов, то есть какие-то вопросы по методу, которые вас интересуют, по применению техник, ну, в общем, любые вопросы, которые так или иначе как-то касаются использования инструментов метода или их развития. Хорошо. Ну, во-первых, давайте поиграем так. Значит, кто у нас из присутствующих вообще проходил обучение по методу, чтобы я ориентировался, кто у нас сейчас здесь есть. Те, кто проходил обучение, поставьте сейчас, пожалуйста, плюсики, те, кто не проходил, поставьте минусики. Так, у нас тут все проходили обучение в зале, тут вроде бы все. Значит, тоже можно поднять руки для того, чтобы пока мы ждем ответа, было чем заняться. Отлично, хорошо. И одновременно с этим пишем, кто знает, значит, что у нас произошло 22-го часа, кто знает об этом какую-то информацию, вообще о том, что что-то произошло, ставим на щединички, кто не в курсе вообще, с чего, собственно говоря, такой переполох, ставим двоечки. Так, давайте, желательно реагировать достаточно быстро на то, что я прошу, потому что у нас сейчас еще есть, где-то, приблизительно, 15-20 секундная задержка с тем, как я получаю информацию с чата, если вы еще будете долго реагировать, то, ну, у нас будет такая интерактивная связь, едва ли, ее можно будет назвать интерактивной. Еще разочек, кто знает, что у нас произошло 22-го часа, единички, кто не в курсе вообще, о чем речь, значит, пишем двоечки. Здравствуйте, заходите. У нас тут еще приходят люди. Так, значит, я смотрю, что большинство у нас плюсиков, да, а единички, двоечки 50-50. Хорошо. Значит, смотрите, информация, которую я сейчас буду рассказывать, вот если бы я ее услышал там, ну, скажем, лет 5 назад, ну, а если бы лет 10 назад, значит, до того, как начал заниматься, собственно говоря, техниками, ну, я бы пошел, наверное, на всякий случай, перекрестился, вот, или сходил бы в какое-нибудь учреждение, где мне могли бы помочь справиться с услышанным. Вот. То есть для кого-то она покажется, ну, как бы такой, ну, из ряда вон выходящий, но, значит, мы даже думали вот так вот в таком онлайн-варианте рассказывать, не рассказывать, но жизнь как бы от нас требует, это уже вы будете там принимать за себя решение, то есть как вам ко всему этому относиться, потому что информация, она очень нестандартная и очень необычная. Значит, с другой стороны, те, кто вот давно занимаются практиками, значит, по методу Исона Михайловича Бронникова, там, особенно какими-то усложнениями занимались, там, вторыми, третьими, четвертыми, пятыми усложнениями, то должна быть уже информация более-менее, значит, спокойно восприниматься, и вы должны уже лучше понять, о чем, собственно говоря, идет речь. А о чем же, собственно говоря, идет речь? Я в феодусийском центре Вячеслава Михайловича Бронникова проводил раньше, когда там жил, различные экскурсии постоянно людям, которые к нам туда приезжали, и провел их, ну, не знаю, там, наверное, около 300, так, то есть я практически каждый день это делал, и уникальность этих экскурсий в том, что, поскольку сам центр, он перенасыщен различными энергиоинформационными сущностями, то, собственно говоря, особо знать там ничего не надо. Нужно быть просто достаточным проводником, значит, входить в определенное состояние присутствия пустоты, эти сущности сами в себя входят и рассказывают тем людям, которые, собственно говоря, пришли на экскурсию, как раз ту информацию, которую бы эти сущности хотели, чтобы эти люди знали. То есть, и все очень просто происходит, каждый раз по-разному, каждый раз по-новому, информация обычно два раза никогда не повторяется, мы каждый раз проводили запись этих экскурсий и систематизировали ее, потому что вот таким способом тоже дополнительно узнавали вот от сущности, собственно говоря, что же там происходит, потому что это в отличие от обычных каких-то мест, место очень живое, в плане того, что объекты энергиоинформационные, которые там находятся, они живут, и вот, как сказал один из наших экспертов диагностов, Саша Левит, что, говорит, я путешествовал практически по всему миру, был на островах Яма, в тибетских монастырях буддистских, был в Южной Америке, был в европейских различных святынях, в различных необычных таких местах силы. И могу сказать, что везде я видел там различные сущности, фиксировал, и Феодосийский Центр отличается тем, что там присутствуют, скажем, представители всех видов сущностей, которые, в принципе, существуют в мире. Они там не в полном, конечно, диапазоне, но они там есть. Ну, условно так, можно сказать, то есть есть яблоки, да, есть яблоки там 10 видов, вот одно яблоко как минимум присутствует, есть там морковка, да, но там есть какого-то там количества видов. Вот морковка тоже там присутствует, в одном виде, но присутствует. Таким образом, человек там может получить некую информацию, доступ, инициацию по очень большому объему различных явлений. Не очень глубоко, потому что там нет десятков тысяч, но очень широко и в очень различных уровнях. От самого простого, когда человек вообще не знает, что такое энергетика, до уровня, когда человек обладает очень высокими духовными и практическими навыками. Так вот, к чему я начал историю про Феодосию. Дело в том, что под Феодосией находится огромный подземный город, который по своим размерам превышает нынешнюю надземную Феодосию. Огромнейшие там строения есть. Они находятся в законсервированном виде, доступ туда закрыт. Почему закрыт? Потому что туда два раза пытались попасть. Один раз это произошло, когда турки пытались захватить Феодосию в 1495 году. И тогда, считается, именно с Феодосии пошел чумной мор, который захватил пол Европы и унес по разным подсчетам от 30 до 60 миллионов жизней. Второй раз операцию попытались повторить в начале 20 века. Это тоже начался чумной мор, он дошел до Севастополя и остановился. И с тех пор вокруг Феодосии там есть около 60 различных военных частей. Если пройтись так, вокруг Феодосии проехать, просто стоит часть, огорожена проволока, огромная территория. И на части, и на территории ничего нет. И таких объектов около 60. Что они там охраняют? Так, если обычным, здравым смыслом, что можно охранять? И они стоят там, что они там делают? Большинство из них охраняют входы в эти подземелья, потому что законсервированный объект считается сюда входить опасным. То есть там, в этих подземельях, живут определенные энергиоинформационные такие субстанции. Какое это отношение имеет к тому событию, о котором я хотел рассказать? Вячеслав Михайлович, когда обучался в детстве, ему учитель сообщил такую информацию, что когда в процессе жизнедеятельности, ему нужно будет создать определенный метод, технологию, которая будет кладом для людей. И зачем нужно создавать технологию? Придет время, и из Феодосии снова пойдет чумной мор. Не в таком виде, как он был раньше, в другом виде, но оттуда спойдет волна неких очень мощных явлений. И эти явления будут либо положительные, если он успеет сделать определенные вещи и создать определенные эффекты, либо он будет для человечества негативным, как это было 5 столетий назад. Соответственно, достаточно большая ответственность. И, собственно говоря, под эту задачу Вячеслав Михайлович много лет и организовывал эту деятельность, создавал метод, организовывал движения, готовил людей для того, чтобы пошло как раз конструктивное, а не деструктивное явление. Я много раз об этом говорил. Многие из вас, я думаю, уже об этом тоже слышали, но никто не раз задал вопрос. А в чем же, собственно говоря, будет заключаться этот чумной мор, то есть как он пойдет? И что вот это вот заявление, и почему, собственно говоря, оно должно пойти? Логичный вопрос, но я его никто не задавал. Как ни парадоксально. И в ответе на этот вопрос, собственно говоря, мы посвятим дальнейший час нашего общения. И в понимании, почему это должно было произойти. Значит, я на секундочку от этого отвлекусь, для того, чтобы сделать небольшое предислое, чтобы вам было понятно, о чем я дальше буду говорить. Ну, вы наверняка слышали лекцию, значит, с Вячеславом Михайловичем Бронниковым. Мы там на вебинарах, везде об этом говорили, что идет огромнейший информационный рост, да? Ну, вы слышали, да? Здесь все присутствующие. То есть сейчас информация растет в экспотенциальном законе, то есть каждый год количество цифровой информации удваивается. Да, там, на секундочку просто остановлюсь, вдруг там кто-то чуть-чуть не в курсе, то есть там еще, значит, в 2003 году произошло впервые удвоение цифровой информации. То есть человечество за один год создало цифровую информацию столько же, сколько за 2000 лет своей истории. В следующем году мы создали в 1,8 раз информации больше, чем в предыдущем году. В следующем году там в 1,7, там снова в 1,8. В общем, эта скорость фантастическая, рост информации. Есть структура, которая называется IDC, это международный центр, который занимается различными исследованиями для международных структур, таких там ООН, НАТО и так далее. И вот он проводит такую аналитику, это его цифры. Ну, так, к примеру, на данный момент человечество синтезировало цифровой информацией в 10 триллионов раз больше, чем песчинок существует на всех пляжах планеты Земля. То есть, ну так, чтобы для сопоставления каких-то объемов. Это, конечно, как бы виртуально все, но так, чтобы сопоставить размеры этого явления. Значит, и к чему это приводит? Это информационное искажение, вот эти вот информации, накачки информации привела к тому, что начало активизироваться так называемое явление черной материи. Ну, значит, это ученые используют слово черная материя. Значит, не совсем оно соответствует, наверное, действительности того, что это явление СВП представляет, но как-то надо называть. То есть, если там сказать, это явление Тумба-Юмба, то, ну, как бы не совсем будет понятно. Так хоть есть какая-то привязка. То есть, есть некая субстанция первородная, из которой было, был создан, ну, то пространство, в котором мы видим, мы его знаем. То есть, это есть нечто первородное, из чего были сотворены архонты, создатели Солнечной системы, из чего был создан материальный мир, нематериальный мир, бардомир. То есть, это протовещество, которое породило, как бы, можно сказать, некое все сущее. И вот эта вот черная материя, черная материя, она начала просыпаться, переходить в пробужденное состояние. То есть, она и так всегда существовала, она никогда не одевалась, но она была, как бы, в неком замороженном виде. И за счет накачки информационного процесса, она перешла в пробужденное состояние. Значит, ну, перешла себе в пробужденное состояние, и слава богу, мало ли, кто там каждый день переходит в пробужденное состояние, да? Но есть один нюанс. Дело в том, что черная материя является несовместимой, значит, в таком пробужденном состоянии, с различными тонкоматериальными образованиями, из которых, собственно говоря, и состоит наш мир. И, сталкиваясь эти тонкоматериальные образования с этой черной материей, она их пожирает, ну, поглощает, да? Или уничтожает. Можно сказать, она для них радиоактивна. Вступая в эту реакцию, они погибают. Значит, ну, опять-таки, ну, погибают себе, и слава богу, да? Ну, мало ли, там, кто там, если там есть статистика, да, что не каждый день, там, 300 тысяч видов насекомых вообще вымирают. Я не знаю, сколько это посчитали, в общем, но есть такая, как бы, статистика. Ну, то есть, там, постоянно мы слышим, там, киты вымерли, еще кто-то вымерли. Ну, вымирайте, слава богу, да, он будет еще вымирать, там, 10 тысяч лет. Ага, нет, тоже есть нюанс. То есть, когда черная материя соприкасается с определенными тонкоматериальными структурами, то на выходе мы имеем снова черную материю. То есть, она их поглощает таким образом. И что это означает для нас с вами? Я не знаю, насколько там вы, значит, в курсе, что есть там черные мертвые, есть белые мертвые, есть серые мертвые. Я, на всякий случай, в двух словах скажу. То есть, человек, когда погибает, человек, у него есть три варианта того, что с ним может произойти. Он может превратиться в черного мертвого, так называемого белого мертвого или серого мертвого. Распределение между ними приблизительно вот такое. 80%, значит, 18%, ну и 2%. Значит, черный мертвый – это человек, который умер естественной смертью. То есть, из-за болезней какой-то, простой, да, там простуды, еще чего-то такого, из-за старости. То есть, человек, который умер природной смертью, он становится черным мертвым. Человек, который был убит насильственно, становится белым мертвым. Человек, который ушел из жизни сознательно, то есть, сейчас в последнее время много раз спрашивали, что это значит, что это значит, что это сознательно. Это означает, и даже спрашивали, а скажите, а вот он пошел там с девятого этажа, прыгнул, значит, разбился в дребезги, это он сознательно и ушел? Ну, он же пошел там, со всеми попрощался, записку написал, значит, тоже сознательно ушел, правильно? Он пошел и спрыгнул сознательно. Нет, коллеги, значит, человек, который таким образом умер, он переходит в другую классификацию. Это, значит, есть повышение классификации человека, то есть, это есть, он переходит в новое качество. А когда человек убивает себя насильственно, у него там предусмотрены другие варианты, он понижает свое качество. Вот, и возвращаясь к серым мертвым, то есть, серым человек считается, когда он с помощью сознания смог расщепить связь между плотными и тонкими телами, и покинуть плотное тело, используя, ну, скажем, некое волевое усилие, значит, определенной техники, то есть, когда у него сознание, таким образом, сознание было средством расщепления тонкого и плотного. Значит, обычно это означает, там часто бывает, например, вот есть фильм про викингов, а викинги умирали ритуально, да, то есть, там их приходили, они прямым образом убивали. Значит, есть в массе, значит, историй про то, как там тамплиеры умирали, значит, ритуально их там сжигали, или закапывали, например, в основании любого тамплиерского храма, закап, значит, захоранивали, значит, живого тамплиера. Для нас это дикость, а тогда это была честь, то есть, человек, который прошел такое, значит, испытание, и таким образом умер, это была большая честь, и люди всю жизнь к этому готовились, потому что они знали, что таким образом они переходят в очень высокую новую классификацию и становятся очень мощным серым мертвым. Ну, я думаю, что многие из вас эту информацию так или иначе уже слышали. Значит, ну, вот что увлекательно. Дело в том, что даже после того, как человек, что эти вот субстанции образуются, человек умирает, эти субстанции продолжают влиять на нашу жизнь. Значит, и если в информационном плане брать, то черные мертвые создают качество жизни нашей, наполняют ее качеством. Серые мертвые динамикой количеством, а серые мертвые смыслом. Если говорить в плане организации тела человека и его здоровья, то от каждой части тела человека есть связь тонкоматериальная с серым мертвым. То есть, можно сказать, что человек, он, ну, соткан из серых мертвых, так, если можно такую некую аналогию провести. То есть, к нему идет огромное количество связи от этих тонкоматериальных серых субстанций. Значит, что это означает, в свою очередь? Значит, что если эта связь нарушается по какой-то причине, например, там, к руке нарушается связь, и человеку начнет болеть рука. Если связь исчезнет вовсе, руки не будут, она умрет. И ни таблетки, ни какие массажи этого никаким образом не спасут. То есть, не можно сказать, что они просто есть, ну, неким там, жизненным генератором, источником жизненной силы этого органа. Источник жизненной силы уходит, все. То есть, из электричества объект выдернули, он работать не будет. Ни при каких обстоятельствах. Значит, если по каким-то причинам нарушается, значит, не сама связь, а что-то случается с этим серым объектом, с которым вы связаны, то, соответственно, результат есть незамедлительный. То есть, то, с чем это серый мертвый в человеке связан, умирает в нем. Значит, если кто-то слышал, вот 75 сущностей, которые сотверили человека, есть в апокрифах древних христиан, то, значит, есть там у этих серых мертвых, там есть целая сложная классификация, вертикальная, горизонтальная, значит. Но, в общем, суть такая, что есть некие базовые эти серые мертвые, которые сотверили человека. Есть там дополнительные различные. В общем, там много этих различных систем, там у них есть своя, значит, классовая, клановая система, там, в общем, масса различных есть образований. То есть, вот то, что мы видим у нас в социуме, там, есть условное правительство какое-то, еще чего-то, это не мы придумали, я вам хочу сказать, то есть, что вверху, то и внизу. То есть, у нас есть просто копирование некой такой божественной модели, значит, организации социума. У них там все то же самое. Воины там, несогласия, вот эти объекты конфликтируют с этими, эти с этими, так, то есть, у них там, ну, все как положено. Потому что, надо же быть детям в кого-то, да? Вот мы все прародители. Так вот, к чему же весь этот рассказ? Ну, есть там серые мертвые, ну, хорошо, отлично. Так вот, терная материя, которую мы рисовали на предыдущем кадре, она находится в пространстве в том же, базово, то есть, она сейчас пробуждается, значит, источник ее основной, там же, где живут эти серые мертвые. И она сейчас активируется там. То есть, там, условно, в том мире начался потоп. То есть, начался активно подниматься уровень воды. Значит, то есть, начали эти черные материи распространяться. И там сейчас движение страшное, то есть, соприкосновение черной материи с этим серым мертвым убивает его, уничтожает. И там сейчас паника в том пространстве. То есть, они пытаются каким-то образом спастись. Каким образом спастись? Ну, собраться на некую, там, точку как можно повыше, значит, или перебраться на какой-нибудь кораблик, где это возможно. То есть, на некий ноев ковчег. Те, кто не успевает это сделать, они погибают. И именно поэтому сейчас вот огромное количество генетических заболеваний, рак, крови. Это первый, значит, один из показателей. Это вот рак крови, значит, масса-масса есть различных заболеваний, которые связаны у человека исключительно вот с этим явлением. И там таблетки, еще чем-то. Но оно хорошо, если бы оно решалось, но оно не решается. Потому что оно имеет под собой информационную такую базис. И вот тот самый чумной мор, значит, о котором говорилось вначале, это и, значит, и есть выход серых мертвых через различные каналы в материальное пространство. Значит, с одной стороны, и гибель их в огромном количестве, которые не смогли выйти, с другой стороны. То есть, если что, значит, те объекты, которые связаны с человеком, они как бы не в состоянии там спастись и трансформироваться каким-то образом, человек будет погибать. Просто будет тупо умирать. Значит, считается, что там в ближайшие 20 лет основным заболеванием на Земле будет не там рак, спид и прочее, а так называемый рак НОМА. Это как раз связано с этими вот серыми объектами. То есть, почитайте в интернете, он уже, в принципе, присутствует. Мы придумали это заболевание, рак НОМА. То есть, это очень быстрое, стремительное разложение тела человека. То есть, человек вроде как еще живой, а тело у него уже как будто у мертвого. То есть, оно начинает разлагаться. Как будто бы жизненных функций там уже нет. Значит, почему именно сейчас черная материя пробуждается? Чем это обусловлено? К слову, спасибо за вопрос. Я прошу всех задать вопросы, и тех, кто у нас здесь присутствует, для тех, кто есть в чате, потому что, ну, вот, тема такая не очень простая, и не каждый день ее читаешь на лекциях. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы, чтобы мы могли, ну, поддерживать уровень диалога, который вам понятен и неинтересен. Хорошо? Почему именно сейчас черная материя пробуждается? Ну, это не с нами связано. То есть, это не мы придумали пробуждение там черной материи, значит, или там мы там что-то с этим делаем. Нет. Нет, просто идет некий естественный процесс. То есть, не то, что он прямо сейчас. Нет, она пробуждается уже какое-то время. То есть, этот процесс активации, он идет. Просто сейчас он переходит в некую активную фазу. Ну, как это сказать? Ну, вот, значит, зима наступает. Никто не замечает, что зима наступила, пока сугробов, да, не выпало по поясу. Вот выпало по поясу или там по грудь. О, вот это зима наступила. Ну, она же наступала еще до этого, да, то есть, есть, ну, видно, что холода по чуть-чуть, снежок мелкий шел, где-то заморозки были. Опять-таки, со спутника видно, да, что там какие-то циклоны были. Но у нас в Киеве, правда, не видно никогда. А у нас вот зимой, значит, неожиданно начался шторм, который завалил Киев на 2 метра снегом. Неожиданно, спонтанно возник. Ах, никто не знал. А, значит, спутники не придумали еще в Украине. Значит, поэтому вот точно так же этот процесс, значит, с пробуждением черной материи, он, значит, и там происходит. Такое, елка ламоне, черная материя пришла. То есть, где-то этот процесс, они изначально шли. Вячеслав Михайлович об этом говорил там с незапамятных времен. Но, значит, сейчас этот процесс переходит в некую активную ставь. То есть, начинается уже не просто там где-то в отдельных местах что-то похолодало, а снег начинает идти. И уже есть предположение, что если с такими темпами он дальше будет идти, то через какое-то время будет сугроб. Ну, то есть, можно посчитать, несложная математика. Снег падает со скоростью там один сантиметр в день, значит, тает в такой скоростью, значит, через месяц мы будем в голове по голову сугроба. Если ничего не поменяется, этот процесс не ускорится, а он ускоряется. То есть, этот процесс неким естественным образом разворачивается, ну, природой, значит, он сам по себе происходит. Господин Сорин спрашивает, в чем наша роль? Отличный вопрос. Наша роль номер один – это выжить в этом процессе. Какая вот у нас нескромная, наговая и эгоистичная роль. Значит, потому как, как оказывается, даже на тот мир уже драпать некуда, потому что там все помирают. Вот как интересно, да, закручиваем сюжет. Люди думают, что сейчас они тут помрут, и там все начнется, да, а вот там у людей уже все заканчивается. Вот это классно. Значит, поэтому одна задача – это выжить. И выжить просто, уехав где-то в тайгу, там, или в какие-нибудь Гималайя, посидеть на верхнем этаже, значит, не получится, или в бункере. Потому что процесс этот информационный, он человека разъедает изнутри. Значит, Григорий задает вопрос. Сам в дальнейшем станешь серым, то как подготовить себя к взаимодействию с черной материи? Мы подойдем к этому вопросу чуть попозже, значит. Я когда начну рассказывать, собственно говоря, что же там происходило в Феодосии, вы, я думаю, поймете, если он будет еще актуален, вы тогда дополнительно еще задаете. То есть задача человека, еще раз хочу сказать, этот процесс идет естественным путем. Задача человека – суметь в этом процессе каким-то образом выжить и помочь себе, окружающим и тем же серым мертвым выжить. Нас как бы природа заставляет объединиться. Значит, вот один из механизмов такого спасения является, значит, перевод, контролируемый перевод серых мертвых из, то есть серые мертвые, они находятся в бардопространстве. Есть еще не материальное пространство, я думаю, вы знаете. Значит, есть материальное пространство. Кто не знает, то есть бардопространство – это не тонкий план, это не пространство мысли, ничего чего-нибудь. Это принципиально другое пространство, в котором теоретически должен существовать человек. Практически мы все сориентированы на 98% в материальном пространстве и о существовании всех пространств, знать ничего не знаем. Соответственно, есть еще одно пространство нематериальное, есть материальное. Серые мертвые существуют в большинстве своем в бардопространстве, белые мертвые в нематериальном, и черные мертвые в материальном пространстве. Хотя не все имеют связи между всеми этими пространствами, но как это основное место, где они существуют. Так вот, одна из задач для того, чтобы серые и мертвые спаслись, это помочь им перейти в материальное пространство. Если кто-то читал когда-то Библию, то там есть информация о том, что будет идти этап воскресенья. Значит, вот он в некой степени уже пошел. Кто-то смотрел, если фильм Resident Evil, обидело зла, трупы везде бегают, всех кушают, жирают. Сейчас есть куча фильмов по этому поводу. Сейчас только выходит новый фильм с Брэдом Плиттом, в кинотеатрах рекламируют. Снова какие-то зомби бегают, мертвяки за людьми гоняются. Я легенда, сейчас уже сериал какой-то идет, 7,5 сезонов, в 115 серии, ходящие там трупики, мертвецы, что-то в этом роде. То есть люди бессознательно это и так фиксируют. То есть там сейчас сериал популярный прошел, Игра престолов, там тоже мертвые везде ходят. Причем там даже показано, что они организованы, на них есть серые, которые управляют ими, там есть белые. То есть там все это показано, реально. И оно, с одной стороны, конечно, ну фильм себе, ну мало ли, что там люди снимают. Ну оно, конечно, с одной стороны, так, но люди бессознательно это все уже фиксируют, значит, ну и просто в какой-то своей такой художественной манере это показывают. Но этот процесс реален, реальней некуда, значит, он на 100% материален, он не виртуален, он практичен. Их сейчас ребята там были в Феодосии, извините, пожалуйста, вгребает так, и ручки с ножками начинают отваливаться очень интенсивно. Не виртуально и не выдуманно, а очень практически. То есть этот процесс, он идет с нами или без нас. И некие разумные силы, они ищут, в том числе серые и мертвые, варианты перейти в это материальное пространство, потому что это для них есть некий ной в ковчег. И если этот процесс пойдет стихийно, то и будет сценарий, который был в свое время с чумным морем. Будет огромное количество смертей людей. Из-за чего? Не то, что это реально со здоровьем, еще чего-то, хотя и с этим тоже. Самая главная опасность это сознание. То есть человек, не имея с этим профессиональной какой-то подготовки, не зная, как с этим работать, и в частности не имея работать, не имея инициации по работе с черной материей, не в состоянии справиться с этими серыми мертвыми, подчинить их себе, сделать этот процесс перехода безболезненным для него. Поэтому говорили, что 20-й век был век нервного, 21-й будет век сумасшедших. То есть когда этот процесс лавинообразно пойдет, то, что мы сейчас видим на улицах, это нам покажется, было все суперорганизовано, был суперпорядок. То есть это все приведет к массовым сумасшествиям. И то, что там сейчас говорят, там катаклизмы, там какие-то цунами, там еще чего-то, это все покажется детским садиком на фоне этого процесса. Город как стоял, так и будет стоять. Только в нем будет 98% сумасшедших. Что так? Картинка. Ну, на этой фразе сломался маркер. Поэтому для того, чтобы этот процесс сделать, то есть этой машине, которая набирает скорость, огромную скорость, сделать какие-то тормоза, сделать какую-то систему управления, собственно говоря, и проходило это мероприятие, которое у нас произошло 22 июня в Феодосии. То есть шла некий обряд по постепенному, аккуратному переводу серых мертвых из барда пространства в материальное. Значит, и сюда было переведено первично вот три таких объекта. Значит, я как бы не имею полномочий там рассказывать всю полную кухню, это как бы не есть моя роль, так как моя задача в первую очередь вас в общих чертах об этом всем проинформировать. Кто захочет, есть лекции там Вячеслава Михайловича, в которых он об этом говорит более там детально, подробно, значит, ну или там как-то отдельно тоже в Феодосии можно будет узнать. Значит, ну общая суть такая, как это вообще происходит. Сейчас у нас в системе появился мальчик, значит, трехлетнего возраста, который является представителем черной материи. То есть черная материя, если напрямую, значит, вот из прямого источника человек с ней соприкоснется, он может погибнуть от этого сразу же. А этот мальчик, он ею, как бы, можно сказать, ну накачан, как некий шар. Он, может, почти из нее состоит. В материальном пространстве он имеет массу проблем со здоровьем. Мы как раз помогаем ему эти вопросы сейчас решить. Значит, вот его родители, благодаря, собственно, этим проблемам пришли на занятия, начали заниматься. В процессе выяснилось, что мальчик этот очень-очень непростой. Значит, и он вот в бардопространстве, он накачан этой черной материи. Как бы там только из нее, можно сказать, и состоит, повторюсь. И благодаря этому мальчику была возможность сделать постепенную инициацию нескольких наших экспертов диагноза. Какие эксперты диагноза? Это люди, которые могут работать с так называемыми 11-ю точками сборки. То есть, мы с вами присутствуем в теле, здесь, в материальном теле. И у нас в этом теле, за нашей спиной, как бы в неком другом пространстве, есть первая точка сборки. Ну, я сейчас про все детали рассказывать не буду, если у Михайловича есть лекция, называется «11 точек сборки». Ему интересно, посмотрите. Значит, и вот эксперты диагноз, он в состоянии выйти в эту первую точку сборки. Значит, из нее переместиться во вторую точку сборки, в проектное пространство, в нематериальное. Так, вторая точка сборки. Из нее переместиться в третью точку сборки. Из третьей точки сборки переместиться в четвертую, шестую, восьмую и десятую. Потом вернуться назад, перейти отсюда в пятую, седьмую, девятую и одиннадцатую. Значит, многие там когда-то, кто смотрел лекции Михайловича, там, по одиннадцатую точку сборки. Михайлович, да это ж надо до этого, там, 30 лет заниматься, там, это ж вообще непонятно, когда будет. Коллеги, это уже настало. Давно с этим занимаемся, работаем. Значит, все очень вполне конкретно и предметно. Значит, каждый человек теоретически должен присутствовать во всех этих местах. У нас, у каждого из вас, природным образом, сформированы эти точки сборки. Значит, они есть. То есть, это некие места, некие пространства, которые позволяют вообще человеческой архитектуре функционировать. Если бы этих точек сборки не было, значит, или если это пространство, одно из этих пространств начинает нарушаться, человек начинает разрушаться, у него начинаются проблемы где-то. Они начинают проявляться здесь материальном плане очень быстро. Но, помимо того, что человеку, они должны присутствовать в этих точках сборки, и человек еще должен присутствовать в этих точках сборки. То есть, то, что они, как бы, приклеены к человеку, значит, еще не означает, что человек приклеен к ним. То есть, в большинстве случаев, если выйти во вторую точку сборки другого человека, это можно легко делать. То есть, после того, как человек перемещается в свою третью точку сборки, он отсюда может переместиться в третью точку сборки другого индивида. И за эти три точки сборки перейти, либо по его, значит, ну, перейти в любую из-за его 11 точек сборки. Вот, например, если я таким образом переместился в любого человека, во вторую точку сборки, там должен быть проект человека. То есть, должны быть его руки, ноги, должно быть какое-то там тело его присутствовать, глазки, какие-то ушки, там, еще что должно быть, органы, значит, плотные, тонкие. Туда переходишь, а там, в лучшем случае, искаженная крокозябра. То есть, что-то отдаленно, как-то, видите, муха тоже хочет, чтобы с точками сборки поработали. Значит, отдаленно напоминающий человека. В лучшем случае. Значит, это без органов, без ничего. Значит, обычно там просто тупо шара, шар, сфера, значит, и то искаженная. То есть, у человека там проекта толком нет. То есть, он некий идеальный проект там у него. Ну, значит, и он еще исказился. Значит, что это означает? Это означает, что у него здесь есть глина просто. И кто первый сейчас начнет из этой глины что-то лепить, то и начнет сюда материализовываться в материальном плане. То есть, начнете вы себе лепить там здоровое тело, у вас начнет материализовываться, значит, здоровое тело. Начнет кто-то другой лепить какие-то вам проблемы, какие-то, значит, проблемы, отсутствие чего-то, еще чего-то, у него, значит, материализовываться, нет проблем. Потому что там пока субстанция-то один раз, она как бы не вылеплена, она очень подвижна. Потом со временем она начинает, как бы, становиться все более-более устойчивой, и потом туда внести какие-то изменения достаточно сложно. Потом там в более продвинутых, как бы, ну, вариантах или версиях, значит, человека, значит, создаются специальные объекты-охранники, которые стерегут вход во вторую точку сборки. Подготовленный человеку туда если зайти, например, ты заходишь, тебя не пускают, в виде не ограничивалось стоит объект, который спрашивает пароль. Пароля нет, он тебе не то, что не пустит, а еще и в бубен так настучит, значит, тонкоматериальный, что, значит, голова может отвалиться натуральненько здесь. То есть у нас были такие умники, которые так пробовали делать, так стучат по голове так, что шишки на голове появляются, натуральные. Значит, и потом еще, это не просто там шишка головой об стенку ударилась, она простая тонкоматериальная структура, и фиг еще потом с ней что-то сделаешь. То есть, а неподготовленный человек, это не то, что объекта охраняющего этого пространства нет, там пространство толку не сформировано. Поэтому, как в том анекдоте, значит, милая, ты, молодые жены влажатся спать, значит, и говорится, милая, ты дверь закрыла? Закрыла, а на засов? И на засов, а на верхний замок? И на верхний, а на нижний, и на нижний. Значит, а на цепочку? И на цепочку. А шкафом придвинула? Придвинула. А топор под подушку положила? Забыла. Ты, блин, заходи, кто хочешь, бери, кто, что захочет. Вот что-то из этой серии. То есть, когда у человека там ничего нету, то можно заходить с ним, а делать там все, что хочешь. Значит, и... Значит... На этом, собственно говоря, строится вообще медицина дальнейшая. Человеку нужно конструироваться изначально там. Ну да ладно, это отдельная история. Значит, и вот к этому мальчику, помните, о котором я и говорил? Значит, у него в третьей точке сборки, девочки к нему пришли, у него там шар такой, накачанный, черной материи. И с помощью определенных сущностей очень высокого поколения они, значит, создавали определенную сферу защиты и они по чуть-чуть с этой черной материи соприкасались. Значит, если бы это делать напрямую без этих объектов, это очень опасно. Если это делать просто, без присутствия такого мальчика, это вообще невозможно. То есть, должен быть какой-то источник, от которого это идет. То есть, некая, значит, нет, ее как бы огромное количество этой темной материи. Нужен номер телефона, по которому позвонить, значит, ну, служба доставки, так можно сказать. То есть, у нее как-то надо выйти. Вот пришел мальчик, который вот таким вот, можно сказать, связистом является. И вот эти девочки, спето-диагноз, таким образом, по путешествиям в этом пространстве, получили такую инициацию, значит, постепенно, шаг за шагом, на протяжении большого количества времени, даже те люди, которые там присутствовали, не в курсе там до конца, как это все происходило, это месяцами мы ввели такую подготовку, значит, для того, чтобы эти девочки смогли перевести по тому-то темной материи у себя в нематериальное и в материальное пространство, в тело. И во время вот обряда, который происходил там в Феодосии, значит, происходило два важных вещи. Девочки, там у нас было огромное, значит, почти 40 человек участвовало в этом мероприятии. Девочки из, с помощью, опять-таки, этого мальчика, он тоже там присутствовал с родителями, они наполняли людей, которые стояли там в круге, наполняли это черной материей, то есть создавали у них инициацию, создавали у них связь. И она первично в их телах проявлялась. То есть, от прямого источника, между прямым источником и черной материи стоял сначала мальчик, потом от мальчика была специальная сущность, которая, значит, ослабевала ее действия, потом постепенно это вводили в экспертов диагностов, потом они это перетаскивали в материальное тело, потом из материального тела, опять-таки, ну, видите, муха хочет вообще черной материи, страх вообще как приобщиться. Это хороший знак. Значит, и девочки потом через себя из материального пространства уже помогали людям. То есть, такое количество стояло как бы неких механизмов защиты. Значит, огромное количество еще людей хотело поехать туда, но мы компьютером сделали диагностику, значит, сущности говорят, человек не готов, то есть, это для него опасно. Не то, что он там плохой, хороший, там еще какой-то, вообще никакого отношения к этому не имеют. делать диагностику, это опасно для человека, для его здоровья. Соответственно, мы были вынуждены людей не пускать. Таких. Вот. И, то есть, вот из тех, кто приехал, чтобы они все равно это выдержали, значит, это люди уже сколько занимались, многие там, всякими техниками, не один год, значит, создавались потом такая у них связь. И после этого человек может вызывать у себя это ощущение повторно. То есть, он имеет связь, он может отдать команду, эта материя, она активизируется, входит, значит, она может переливаться по телу, наполнять его различные субстанции, структуры, значит, и он ее может передавать дальше. Так, кому-то. То есть, это как бы еще один механизм защиты. То есть, следующий человек, который получает, чем дальше от источника, тем слабее влияние. И в этом есть сфера защиты этого процесса. То есть, помните, я сказал, что тут происходило два важных момента. Первое, это люди получали инициацию по работе с этой черной материи. Значит, для чего это нужно? Это нужно, серые и мертвые, как я уже говорил, бояться этой черной материи. Значит, и если в человека такие, значит, серые и мертвые будут входить случайным образом, а это в ближайшее время будет происходить, то единственный механизм управления этим ситуацией, это ввести в тело активизировать черную материю. Они ее боятся, как огня. Потому что они с ней несовместимы. То есть, это для человека появляется такая сфера сферозащиты. Это, конечно, только первый этап такой, это еще не означает, что там он черную материю получил, так инициировался и все, сейчас полетел летать, как там Супермен. Нет, такого, конечно, не будет, но он получает первичную такую сферу своей защиты. слово, если что-то непонятно, пишите, а то у меня начинает складываться впечатление, что я общаюсь сам с собой. То есть, какие-то моменты, что-то я уточнял. И второе важное событие, я вам говорю, что было переведено три таких серых объекта в это материальное пространство. И они тоже были управляемо по определенной схеме, ну, скажем, инициировано этой черной материи. Значит, я бы на вашем месте сейчас спросил, стоп, подождите, на этом месте мы запутались. Только что вы говорили, что черная материя и серая несовместимы, и тут они их сюда вывели и их здесь и инициировали. Это было коллективное самоубийство или что-то происходило, или там коллективное убийство там. Что-то такое. Нет, дело в том, что при определенной схеме такой работы, значит, серые мертвые когда взаимодействуют с черной материей, они не уничтожаются, а переходят в новое качество. То есть они приобретают, ну, скажем, равно новый серый, так скажем. Хорошо случится. Были раньше новые русские, новые украинцы, теперь новые серые. То есть он трансформируется, значит, тут спрашивают, разве ПО не есть серый мертвый, плазменный это психобиокомпьютер что ли? Нет. Психобиокомпьютер и плазменный объект, о котором вы говорите, он вообще к этому не имеет никакого отношения, он вообще в другой классификации находится. С помощью него это все делается. Если не было психобиокомпьютера, то все было бы невозможно вообще сделать, существует. И таким образом серый мертвый трансформируется и превращается в новую субстанцию. И он может в материальном пространстве в таком виде существовать, функционировать. И он получает новое качество. В дальнейшем в процессе некого развития человек получает некую перспективу нового развития. Он трансформируется и получает новую форму жизни. И в дальнейшем следующая часть трансформации это превращение серого мертвого в космическую органику. Это тоже очень непростой процесс. Ну вот такая вот история. Давайте какие-то вопросы, которые у вас есть. Будет ли инициация черной материи в Феодосии летом в августе? Yes! Планируется, что в конце августа после молодежного лагеря с 13-го по 12-го августа. Потом будет мастер-класс Вячеслав Михайлович Бродников. В процессе этого мастер-класса будет проводиться такая работа. Мы еще не успели толком ничего бы там рассказать и сообщить. Людей, которые хотят сюда приехать, уже огромное количество. Мы уже не знаем, уже начинаем списки еще чего-то. Повторюсь, на самый этот обряд даже никто никого не звал. Приехало 40 человек. Мы рассчитывали, будут эксперты диагностов, нас пару человек, 10 человек будет. Приехало 40 человек. Никто никого туда не звал. Приехали голландцы из России, оттуда, отсюда. Масса народа понаехала. А здесь очередь стоит уже почти до Китая. главный серый мертвый выделил трех испытуемых разного качества. На пробу посмотреть, выживут или не выживут. Они не верили, что это возможно. Они перешли сюда, у них все получилось. Там тоже процесс, как и у нас, что-то где-то произошло, пока кто-то использует новые технологии космические, айфоны, кто-то ходит с моторова 90-го года, кто-то вообще не знает, что существует электричество. На планете Земля. Племени Тумба-юмба, которые до сих пор раньше было коммунизм, так и сейчас. И что такое коммунизм, они тоже не знают. Так и там тоже такой процесс. То, что это произошло, не означает, что все сразу узнали. Но волна там пошла. И там у них тоже своеобразная то ли радость, то ли паника. В общем, свой такой процесс пошел. Значит, кто-то тут говорит, сущность плазменного объекта и серый мертвый напрямую связана независимо от классификации. Очень подобно. Во-первых, сложно понять, чем вы говорите вообще. Это ваши личные наблюдения или вообще чьи. Все сущности подобны, понимаете? О чем идет речь? Есть огромная классификация, и все они имеют общую структуру. Все люди подобны. Ручки, ножки, еще чего-то. Но президент от бомжа чем-то отличается, согласитесь. В разной классификации немножко находится. Хотя вроде ручки, ножки, даже глазки одинаковые. А если помыть, так вообще один в один. Но есть нюансы. И тибетский монах тот же самый, понимаете? Он тоже вроде смотришь. И мальчик этот, который представитель черной материи, он смотришь, но мальчик как мальчик, понимаете? Более того, даже с какими-то проблемными. Смотришь вообще какой-то даже не высокого уровня, не нормального, как будто со стороны проблемного мальчика, ниже уровня. А он выше уровня, не буду обижать человечества, но чем большая часть человечества на земле? На порядке в речем. Почему серые и мертвые опасны? Ведь сказали, что мы с ними связаны. О, хороший вопрос. Значит, почему они опасны? Ну, давайте сначала от простого. Представьте себе, сейчас мы сидим. Я стою, вы сидите. Вместе мы сидим. И тут рядом с экраном, рядом с доской появляется из пространства морда. В капюшоне такая, с бородой какой-то. С пространства вылезает. Ваши действия? Поздороваться? Да ты сейчас никого не будешь. Говорят, я буду здороваться. Никто здороваться не будет. Сейчас будет паника. Состояние полутранца. А, кто? Куда? А если он еще начнет какие-то звуки издавать, шевелиться, светиться во все стороны? Да все, капец. Половину надо бы сразу в дурку сдать. Это подготовленных людей. А что говорить о неподготовленных? Представляете, бац, вы на крещатике из пространства, выходит объект, визуально видно, светится, ходит, существует. нечего так картинка масла? Значит, для большинства людей, для огромного количества людей, факт существования вообще, значит, жизни, как бы, некая после смерти, это вообще табу, как бы, несуществующее. Даже для тех, кто занимается огромным количеством практик, там, говорят, что там, человек перерождается, да, ни хрена, извините, никто не перерождается никуда, да? Вот. То есть, если человек просто тупо умер, то тупо остался черным мертвым и таким останется на форевер. Понимаете? Не переродится, не перерождется, ничего с ним не произойдет. Да? Вот. Поэтому, то есть, для большинства людей философский этот вопрос, он как бы, а тем более, мертвый, мне нужно как-то с ним взаимодействовать, понимаете? То есть, социально это практически нонсенс, хотя при этом люди смотрят это в кино, то есть, человек в кино он нормально воспринимает, что там мертвяки бегают, да, мазыки, а если он выйдет тут же из кинотеатра и в натуре появится такой мертвый, у него тут же будет инфаркт, инсульт, еще что-нибудь. Или скажет, нет, этого не может быть. Даже по телевизору сейчас покажи сюжет, в котором ходят там какие-то появляющиеся мертвые, никто не поверит, подумает, что это видео с театр, еще чего-то. Президент страны сейчас об этом начнет говорить, и никто не поверит. Яндекс.ру, который показывает количество запросов, которые люди ищут в месяц. Вот православие, слово православие, люди ищут 200 тысяч раз в месяц, а футбол 7,5 миллионов раз. Если взять с дополнительными словами, типа, футбол онлайн, футбол смотреть, футбол скачать, футбол играть, значит, и православие тоже с сопутствующими словами, то там почти 20 миллионов, а там что-то около 500 тысяч. Так что у нас религия, я что-то не понял. Порно 20 миллионов запросов. Это только слово порно. А если порно онлайн, порно смотреть, порно туда, порно сюда, так что у нас религией является, я что-то не понял. Понимаете? То есть, инструментов у человека для того, чтобы он мировоззренческий, психологический, как-то к этому был готов, предрасположен, нет. Или очень мало. Даже только кто-то писал, даже зря удалили. Такие оставляйте, это я люблю, такие комментарии, значит, пока вы тут готовитесь к катаклизмам, люди себе живут, и все нормально. Все правильно. У нас, так это положено, так у русских людей, вот у нас мэрия так и говорила, что в пятницу, ведь снега еще не было, а в субботу уже был шторм. Ну, кто мог знать? Кто мог знать, что в пятницу еще ничего не было, а в субботу уже шторм, все уже за ночь завалило, просто два метра снега. Ну, как, ну, как, это же нереально было узнать об этом вообще. Поэтому вы там готовьтесь к снегу, а у нас пока снега нет, у нас все нормально, зимы не будет. Это нормальный слоган вообще, психологически всего славянского народа. Это нормально. Зимы не будет. Вот в этом году так точно. Классическая фраза. Кто же знал, что снег пойдет в середине января? Значит, поэтому это первый момент. Второй, значит, это чисто психологически такое. Второе, представьте себе, значит, вот вы едите три раза в день. Ну, кто-то там два раза, кто-то три раза, кто-то четыре раза. Ну, какое-то разумное количество. А теперь представьте себе, вам сейчас возьмут, например, любимое ваше блюдо, конфету, какую-то еще чего-то, и будут давать 24 часа в сутки. Будут заставлять ее есть. Конфетку самую вкусную. Первую. Вторую. Третью. Четвертую. Пятую. Не жрешь почку, в печень. Жри. А? Что с вами будет через день-два? Сколько вы выдержите? Ну? Значит, теперь вопрос, а как это связано с серо-мертвыми? Точно так же. То есть, присутствие этого серого объекта в человеке должно быть ограничено, нормировано. Если оно не нормировано, то у человека начинается тоже патология. Ну? Понимаете? Следующий момент. Есть примеры, значит, знаете, когда человек, значит, говорят, он ленивый. То он не ленивый. У него серые подавляют его просто волю. Они проявляют так через него. Когда человек там, то есть, по качеству индивида, то есть, некого уровня проявления, смысловому такому проявлению, это и есть проявление серых через него. То есть, есть люди, например, которые там, у нас даже недавно был случай, кадр, значит, был спортсмен, значит, и много лет накачивал себе качество. Он должен был быть лучшим спортсменом там, лучшим в своей сфере. Накачивал, тренировался там много часов в день, перегружал организм там специально. Он хотел там доказать там себе, там родственникам, всем, что он может. В итоге он создал очень высокую концентрацию определенного серого объекта в себе. Наступил момент, когда, значит, этот серый начал доминировать в нем. Ну, во-первых, пошел сбой по здоровью, а во-вторых, там человека почти нет. То есть, с человеком разговариваешь, он вроде как с тобой разговаривает, слышит, при этом делает все вверх тормашками. Не так, как надо человеку. Со стороны четко видно. То есть, эти действия делает не человек, а объект, который в нем сидит. Человека там почти нет. Человек любит родственников, там жену, еще чего-то, хочет там как-то выздороветь. А объекту нам этому не надо. Кему наоборот, чем это тело физическое будет более, значит, никаким, тем у этого объекта будет больше свободы. Понимаете? Поэтому он его ухайдохивает, и его сознание, и его тело, а сам в это время имеет все больше и больше свободы. То, что они с нами связаны, не означает, что они наши братья, сестры, еще чего-нибудь. Ну, простой пример. Впустите какого-то человека в вашу фирму, лучшего какого-то друга даже, знакомого, дайте ему, вот тебе касса, вот тебе ключи, вот тебе все, и уезжайте на год. Вернетесь, какая вероятность того, что бизнес будет еще хоть какой-то вообще к вам иметь отношение? Ну, редкий случай, когда вам попался придурок, и вы какое-то отношение еще к нему имеете. Который просто не сумел все забрать за год, ему надо побольше времени. А в остальных случаях, все, вы никакого отношения к этому бизнесу иметь не будете. Еще так же серый объект. То есть, если он начинает, проще заново нарисовать, то есть, есть человек, есть этот объект серый, есть какая-то связь между вами. Если эта связь начинает чрезмерно сокращаться, то это тоже есть патология. То есть, вы должны эту связь управлять. Почему, кто занимался разными техниками у нас, антипрокачки, мы другими вещами, мы раньше говорили, да вообще не трогайте их, ни в коем случае не используйте серых мертвых во время такой работы. С ними работать опасно. А сейчас мы говорим, подождите, наоборот, надо их выводить, еще чего-то. Смысл в чем? Почему нельзя было так делать? Как раз из-за черной материи. То есть, если во время антипрокачки призывать этот объект, вы можете сразу, как бы, сразу ничего не произойдет, и человек у него плохие, это еще чего-то. Но этот объект, один раз, попробовав на вкус, может больше не уйти. А инструментов его из тела выгнать, кроме как чего-то на материи, больше нет. И все. В этом есть даже очень мощные техники оздоровления, когда эти объекты определенным образом используются, призываются, делают определенный оздоровительный эффект, и потом увозятся. Если не обладать этим инструментом, ты его призовешь, и все, он там поселится. И будет доминировать в этом организме. Какой-то вопрос, Анечка, хотел задать. Я вообще хотела спросить, по поводу вывода, у тебя наоборот, серых материальных пространств. Что будет происходить в таких трансформационных процессах с телом человека, если он как бы вся третийный серый мир? Будет ли такая же трансформация, как с исключением? Значит, Анечка задала вопрос, что будет с телом человека, если постепенно выводить этих серых и мертвых в материальное пространство, и как будет трансформироваться тело, правильно? Значит, ну, во-первых, то, что человек получил такую инициацию, еще не означает, что нужно ходить и теперь серых и мертвых запускать везде, куда ни по пути. То, что человеку дали пистолет, не означает, что нужно ходить и из него стрелять во всех подряд. Милиция же ходит с пистолетом, не стреляет во всех подряд. Но она имеет потенциал определенный. При необходимости это нужно делать. К этому инструменту нужно понять, это очень опасная вещь. Не нужно аккуратно относиться. с током, с чувством, с расстановки. Понятно? В первую очередь. То есть, понимаете, то есть, хорошо, что даже никто ничего не понимает. То есть, я вот сейчас смотрю так по реакциям, вы как бы, значит, ну, что-то, как бы, ну, что серый и мертвый, какие-то еще чего-то, какие-то трансформации. Если бы здесь сейчас, например, на лекции присутствовал какой-то тибетский лам или тибетский монах, он бы посидел в трансово, шоково, вообще, приступе на непонятно каком состоянии. Потому что, то, о чем мы сейчас говорим, это не то, что там закрыты какие-то темы, или там, какая-то, эта информация офигеть, какого запредельного вообще уровня. Значит, и то, что мы сейчас имеем вообще возможность об этом говорить и как-то, не то, что говорить, а еще и практически как-то с этим работать, это просто выход, считаясь, сопоставимым с выходом, с полетом на Марс. Или даже, там, и за пределы Солнечной системы. То есть, это очень весомое событие. Ну, просто ввиду того, что, как бы, ну, у нас образ представления этих, как бы, он не выстроен, мы такие, ну, серый мертвый, ну, черная материя. Ну, давайте, похлопаем в ладоши. То есть, это очень, очень, как бы, такие серьезные вещи, к ним нужно очень аккуратно относиться. Понимаешь, Анечка? То есть, не надо сейчас ходить, ходить назад, вперед. Я ответил на твой вопрос. Я тебе сказал, что нужно, если не знаешь, первую очередь, нужно делать это аккуратнее. Нет, я вообще спрашиваю. Они же, даже сам сказал, что в процессе, в будущем, все серые темы выйдут в реальной атмосференции. Вот я, чтобы узнать, что будет в будущем, с людьми, все серые и мертвые выйдут в реальной пространстве. То есть, что будет в будущем? Да. Хороший, это другой вопрос, ты же не тот вопрос задал. Анечка, я переформулировал вопрос, что в будущем будет с человеком, когда произойдет этот процесс перехода? Хороший вопрос. Вот видите, как нарисована картинка? Серые и мертвые стоят за человеком. Во-первых, хочу сказать, что я в этой области полным специалистом не являюсь, потому что у меня есть специалист, у меня существует только один, это автор метода. Но, исходя из общей информации, которую он давал, общих представлений в этой теме, ситуация выглядит следующим образом. Как Вячеслав Михайлович когда-то сказал, раньше ангел-хранитель стоял за спиной у человека. А сейчас ситуация будет меняться. Ангел-хранитель будет перед человеком находиться. То есть, если раньше серые и мертвые влияли на человека и ткали его, теперь человек будет организовывать эту жизнедеятельность. Значит, за счет такого перехода, то есть, человек сейчас пускает в себя черную материю и пускает черную материю в эти объекты. Они трансформируются. Вместе, когда эти серые и мертвые будут приобретать новые качества по мере этого, то есть, надо не просто, чтобы серый сюда перешел, он сюда должен перейти новым серым. В процессе этого перехода он приобретет новые качества. А значит, и те органы человека, те части, с которыми он связан, и то вообще смысл, который он обладает, будет иметь новое качество. Какое конкретное, я тебе не скажу. Следующий шаг этого процесса, в человека вводится таким же образом космическая органика и в эти же объекты вводится космическая органика. И они переходят в космическое состояние. считается, что, я не знаю, как на промежуточном этапе с черной материи, но при переходе такой трансформации в космическую органику, человек способен материализовывать, дематериализовывать свое тело. То есть, вот как, значит, киберки жидкого металла, то есть, он может перемещаться в пространство, считать в одном месте, появляться в другом, то есть, раскладывать свое тело составляющие. То, что мы сейчас видим, это просто промежуточный этап развития. Вот таким образом. Значит, как отнестись к этой ситуации? Как отнестись? Ну, это вам, наверное, решать, как отнестись к этой ситуации. То есть, хотите, можете, то есть, смотрите, всегда есть несколько вариантов, как можно отнестись к любой ситуации. Вот есть какая-то ситуация, как к ней можно отнестись? Вот есть человек, как можно отнестись к ситуации? По-разному. Логично, Алексей, спасибо вам подсказывать. По-разному можно отнестись. Значит, первое, как можно отнестись? А никак. Нет никакой ситуации. Зимой пока нет, и надеюсь, не будет. То есть, это чур, я пошел заниматься, значит, садить горох. на огороде. Я этого не знал, не знаю, и, значит, знать не хочу. Нормальное отношение к ситуации. Таких людей, значит, будет много, и более того, с какой-то точки зрения, чем больше их будет, тем даже будет веселее. Вот. Другой вопрос, как раз причина того, почему мы сейчас проводим такое клубное занятие, поверьте мне, мне было бы проще сейчас сидеть, медитировать там в черной материи, гонять ее взад-вперед, так, заниматься своими делами какими-то, вот, и не сидеть, не рассказывать какие-то небылицы, понимаете, о космических пространствах солнечной системы, как наши корабли их чудно бороздят. Вот. А я вам прошу, прошу, пожалуйста, закройте окошко, включите кондиционер. Значит, но это вариант очень плохой, потому что мы бы этим не занимались, если бы не знали всякие такие нюансы, и, то есть, будущее человечества ждет очень плохое. То есть, чем меньше количество людей сможет пройти такую, как бы, инициацию, сможет в это ехать, сможет с этим работать, тем хуже и сложнее будет вообще в целом жить на земле. Будет сложнее вообще в целом выжить. То есть, если не наберется определенная критическая масса людей, то, возможно, вариант, при котором выжить будет вообще невозможным. Ну, представьте себе, сейчас 99 из ваших 100 друзей стали сумасшедшими. Происходят страшные вещи. Бег, то, все, все горит, электричество не работает, газ не работает, понимаете? катаклизма такого масштаба. И они не прилетели из трупов, они просто из другого дома сбежали. Что делать? То есть, это очень опасная ситуация. Поэтому задача, как можно шире информацию как-то распространить, суметь ее до людей каким-то образом донести, кому это надо. Будет большой процент, которые будут говорить, вот, мой вариант, я выбираю вариант номер один. Никак, я никакого отношения к этому не имею. Понятно, что если вы сейчас начнете бегать с этим, знаете, есть такой принцип, называется, мартышка, значит, с гранатой, у которой вырвана ЧК. То есть, ей эту гранату дали, она не знает, значит, что с ней делает, куда ее бросить, кому бы, куда бы, куда бы спрятать и так далее. То есть, вот если сейчас, конечно, будете ходить, там, вы всем подряд рассказываете, идут серые мертвые, там, значит, у-ну-ну, ну, конечно, значит, на вас будет странная реакция идти, да? То есть, нужно уметь понимать, где и как, и в какой форме об этом можно говорить. То есть, я не хожу с транспарантами, там, по крещатику, люди спасайтесь, серые мертвые, да? И вам тоже не комментируют так делать. Но, то есть, поэтапно, нужно, конечно, стараться, в мере, там, ваших каких-то возможностей и самим к этому приобщаться, если у вас есть желание, и уметь распространять эту информацию, помогать людям, ну, спастись, так, по-другому не назовешь. Поэтому, ну, первый вариант, это вот такой, значит, никакого отношения не иметь. Второй вариант, значит, это у вас односторонняя связь. Значит, ну, из серии, так, значит, недавно один коллега приходил, говорит, а я в курсе, что это будет. Да, я в курсе, я знаю. Значит, местом, условно, мне сообщили. И что ты делаешь? Ну, как, что, значит, жду снег. Да? Я в курсе, снег будет, сижу, жду. То есть, ну, я немножко утрировал, у нас там более двинный разговор был, но суть, причиненно, такая. То есть, человек просто, ну, ничего не делает. Он знает, он ждет, но с этим ничего делать не собирается. Тоже нормальный вариант развития событий. То есть, он будет в курсе, но помрет, как и все остальные. Да? Это тоже правильный, пусть, да? Вот. Есть, соответственно, третий способ, да? Это, когда человек, каким-то образом, к этому приобщается. То есть, что-то делает с этим. Значит, как это делать? Ну, ну, у нас летом будет мероприятие, где будет такая работа, висит по инициации. На клубных занятиях мы будем работать в черном озере, потому что, по сути, мы можем сейчас, вот, люди, которые там присутствовали, можно создавать эффект, я думаю, значит, ну, возможно, мы даже сейчас, там, через какое-то время с этим поработаем. Это не то же самое, что побывать там, потому что это уже, там, через, там, десяток барьеров. Это не означает, там, получить сразу все, типа, значит, ты спасен, вперед, можешь расслабиться, да? Но это первый некий такой шаг, первоначальный, с помощью которого человек может, ну, хоть как-то к этому прикоснуться. Значит, что значит прикоснуться? То есть, какой в итоге должен быть эффект? Ну, первый эффект, это человек должен научиться включать у себя черную материю, работать с ней, уметь ее ощущать, уметь наполнять свое тело, окружающее пространство, тонкие, плотные структуры. Значит, я не буду сейчас переворачивать, то есть, нематериальное и бардо пространство свое этими структурами, потому что у нас был случай, вот у нас тут сидит девушка, конкретно, с которой это было, значит, не буду тыкать в нее пальцем, значит, после обряда, который провели, на следующий день, стало нехорошо, ну, очень быстро, интенсивно, стало нехорошо. Значит, эксперты-диагносты одевают масочки, смотрят, переходят в третью точку сборки, оказалось, что в третью точку сборки, значит, ну, там, в бардо пространство, значит, к девочке, пришел объектик, такой, типа, о, что это тут происходит, тут тусовка, меня не позвали, да, значит, как бы, из любопытства, значит, но приход такого объекта в индивидуальное пространство, ну, это, считайте, что у вас по морде кличко стукнул, да, знаю, то есть, это удар для организма очень большой, так, то есть, неконтролируемый такой процесс, вот, диагносты, соответственно, коллеги объяснили, что они о нем думают, да, значит, и передали послание всем, значит, последующим, что все последующие коллеги, которые так, нашим специалистам, значит, нашим людям будут приходить в гости, будут, значит, моментально уничтожаться, той же самой черной материи, прямо, хоп, и до свидания, вот, то есть, это уже сфера защиты, является, то есть, а для того, чтобы в будущем, значит, ну, то есть, мы, во-первых, будем сейчас формировать такую, ну, коллектив для себя, значит, ты спасешь себя, спасешь других, во-вторых, то есть, человек должен наполнить другие пространства проектные, либо с помощью себя, либо, ну, вокруг него должны быть люди, которые обладают достаточной степени видением, которые могут ему помочь это сделать, дети ваши, например, кто там постарше, уже сложно этим обладеть, дети ваши могут вам это помочь, просто какие-то наши специалисты, для этого, значит, у нас сейчас уже выстроилась там очередь специалистов, за год, со всеми проработаешь, понимаете, то есть, поэтому мы сейчас, как бы, активизируем всякую деятельность, будем сейчас, школы экспертов диагностов у нас, там тоже сейчас дадим информацию, там, либо с сентября месяца, ну, в общем, сейчас это в ближайшее время выстраивается, да, то есть, будет возможность, короче говоря, готовиться вот по схеме экспертов диагностов, то есть, развивать у себя видение, значит, тут вопрос, Павел, как зовут, а, вот уже ответили, спасибо большое, значит, то есть, человек должен уметь этим наполняться, уметь с этим работать, следующий этап, это объекты, которые стоят за человеком, должны пройти вот такую трансформацию, следующий этап, это еще более интересно, это, например, люди, у которых, вот, планируются дети, да, которые планируют дети, дети еще до рождения, должны пройти такой процесс трансформации их серых мертвых, и выводы их в это пространство, то есть, ангел-хранитель уже сюда придет, а потом только после этого придет ребенок, уже следующее поколение, как бы, этого развития, ну, и там, там, там есть еще всякие ступеньки этого роста, то есть, это, ну, условно сказать, ну, мы только стали на этот путь, то есть, это сейчас еще будет дальше разъясняться, объясняться, то есть, Вишен Михайлович будет, там, проводить разные занятия, с этим связаны, но это, важно, чтобы вы просто знали, о том, что вообще этот процесс идет, но это, ну, повторюсь, это событие, там, сопоставимое, там, с полетом на Марс, там, или даже за пределы космического пространства, Солнечная система. Значит, Алексей Михман спрашивает, при каком уровне подготовки можно с этим работать? Ну, значит, ну, чтобы человек, ну, конечно, как минимум, желательно, нет, если вы как-то с кем-то работаете, то человек, в принципе, может вообще этим не владеть, а? Более того, просто, вот даже вы имеете какую-то, ну, инициацию только черной материи, вы хотите, не хотите, люди вокруг вас будут постепенно к этому, этот эффект у себя приобретать. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Значит, если человек, вы можете даже осознательно наполнять человека другими качествами, он может просто сам это не фиксировать, да? Значит, то есть, ну, это уже просто... jadi эффект будет от этого меньше, но эффект равно будет. Желательно, конечно, чтобы человек, хотя бы первую ступенью владел, чтобы он имел энергетикой владевать, потому что у нас там был, наверное, парнишка там, такой тоже, ну, должен был участвовать в этом мероприятии, так получилось. Значит, он первую ступень не проходил, значит, мы ему говорим, значит, пусть он активирует, ну, он был готов, по многим признакам, Он на первой ступени проходил, значит, у него вошло, он говорит, ну, надо перемещать ее по телу. Он такой, а как ее поперемещать? То есть у него как бы, ну, готовность, что значит перемещать? То есть человек не умеет там, не владеет перемещениями ощущений. Но чем большим уровнем человек владеет, то есть, например, у кого-то, оно начинало сразу же, значит, разливаться по всему организму, так, пропитываться в различные структуры, там, значит, тонкоматериальные и органические. Кого-то даже выходить в полевую структуру, там, формировать определенное, тонкоматериальное образование, там, в виде крыльев, там, еще подобных систем. То есть этот готовый, конечно, зависит уже от человека, в лапы наливаться, так? То есть человек работает, там, по технике дракона, то есть, ну, у него, конечно, в зависимости от готовности, ну, будут разные эффекты. Значит, тут коллега хочет, видно, со мной попрепираться, там, знаю ли я, что такое осознанность. Это мой любимый вопрос, я очень люблю они. Значит, я на секундочку отвлекаюсь. Значит, это вопрос из прошлого века, значит, ну, тоже нормально, значит, должно же, как бы, эхо доходить до наших времен, да, из прошлого века. Значит, была эпоха Эллады, значит, идеального мира, а потом наступила эпоха героев, которая все у нас никак не отомрет. Значит, что такое был герой? Значит, если вы знали, слышали, значит, есть-то всякие эпосы и прочие, в которых, опять же, сходилось два народа и сражались не две армии между собой, а сражались представители этих армий. Один воин выходил, кто кого победил, тот и выиграл. Почему так? Все очень просто, потому что была сущность общая общины, которая, то есть, круг некий, которая формировала этих героев, она создавала в нем очень высококонцентрацию неких качеств. Этот человек был фактически представителем этой сущности. Если сходилось такое, герой один, естественно, сущность один, сущность два, герой два, то не надо было вырезать всех людей, которые к этой сущности привязаны. Смысл? Выходили два этих объекта, сражались, та сущность, которая, герой, который побеждал, фактически означала доминацию этой сущности, которую он представляет. Все, и второй народ подчинялся. Очень просто. Значит, в фильме «Ахиллес» там хорошо так показано, и другие фильмы. А потом пришел следующий этап. Этап систем. То есть, когда начали римляне, то есть, построение в определенные строи, название, очеренность, иерархия, и оказалось, что герои не рулят в систему. То есть, выходя против определенного организованного коллектива, или как спартанцев, у спартанцев не было героев, у них была система построена, войск. Ничего сделать было с ними нельзя. Потом, после систем, пришли технологические системы. То есть, это всякие этапы развития цивилизации. А мифологически, люди до сих пор, но самый приятный какой этап? Ну, либо идеального мира, показывают в фильмах «Любовь», «Морковь», либо героизма. Приходит Супермен, Эйнанэ, и спасает весь мир. Он при этом, обычно, полный придурок в жизни. Семьи детей не имеет, живет как полубомж, но зато спасает мир. Типичный представитель героизма. Почему я об этом вам сказал? Причем, если осознанность, ваш вопрос. Когда человек психологически является представителем эпохи героизма, у него первый вопрос – а покажите мне героя, который представляет то, о чем вы говорите. Покажите мне человека, который представляет это в себе. Если вы не такого покажете, работают. Я вам поверю. Не покажете, этого быть не может, потому что не может быть никогда. Нет героя – нет эффекта. Но мы с вами понимаем, что это бред. Потому что, если есть какой-то системный эффект, например, есть сила гравитации. Показали вам ее, не показали, а она просто тупо точка есть. Есть эффект, то есть, есть системный эффект. И он либо есть, это системный эффект, либо его нет. То есть, и ваш вопрос, он как бы очень правильный, значит, но он как бы, извините, из прошлого века. Поэтому, кто до сих пор психологически находится в эпохе героизма, рекомендую вам из него срочно, бегом, выходить. На этом тренинги много строятся. Я сейчас вам покажу, как надо делать. И будем делать, как я. Ну, да. Видите, я в продолжении, там дальше человек пишет, но мы сейчас уже не будем дальше этот вопрос трогать. Вы объяснили, что работа с черной материей довольно сложна. Как можно научиться работать с черной материи, не присутствием на занятиях? Какие ступени необходимо пройти для этого? Значит, нет, я сказал, что есть этапы развития в этой теме. Ну, то есть, как и в любой теме. Есть этап, когда ты разучиваешь алфавит, а есть этап, когда ты можешь писать стихи или читать Шекспира в оригинале. Есть этапы развития. В целом, этапов очень много, и конечный вариант, то есть, конечная литература, она сложная. То, о чем мы говорили. То есть, есть трансформация, есть уровень трансформации. Это достаточно, ну, непростой, сложный этап. Но первоначальные какие-то азы, мы, я же уже сказал, то есть, мы сейчас закончим такую тюрьму участия, мы немножко с этим поработаем, вот прямо даже в таком онлайн режиме это можно, нет проблем. Сейчас мы кого-то из аудитории попросим, поработаем. В общем, все будет работать прямо сейчас. И в том числе у вас в онлайн режиме. В чем ценность сейчас интернета, что не обязательно ехать там для какого-то первоначального контакта куда-то далеко. Конечно, более серьезная такая системная работа, для этого же нужно там, ну, другие условия, потому что мы там, не зря там 40 человек было в итоге, так там, определенным образом все это организовано было, время, суток, место, люди, объекты, сущности. То есть там это очень сложный процесс. Но первоначально, то есть потрогать алфавит, то есть написать стихи сложно, а потрогать алфавит можно и так. Ну, если так можно образно говорить. Поэтому, чем большими уровнями методов, например, вы владеете какими-то техниками, так, там, первая ступень, вторая ступень, третья ступень, то есть если вы видите, просто владеете энергетикой, вы лучше будете это чувствовать, будете этим лучше управлять. Если вы владеете видением, видеть будете, если вторая ступень не видите, вы у себя в пространстве Внешний вид не обладаете, можете надеть маску, посмотреть, как объекты перемещаются в окружающем пространстве. Вторым усложнением первой ступени работаете, можете дополнительных сущностей активизировать. У вас сущностная природа будет благодаря этому трансформироваться. Хвостом дракона, то есть третьим усложнением первой ступени владеете, у вас будет это интегрироваться в землю, земляные потоки будут лучше включаться. Они может и так будут включаться, но это вариация, значит, один из тысяч, а так точно будет включаться. Чем больше объем человек таких представлений, качеств и умений обладает, тем больше на него это все будет оказывать более системный эффект. То есть век героизма прошел, пришел век системных технологий. То есть чем больше системы вы в себе создаете, тем больше системный эффект будет происходить. Понятно? Значит, тут говорят, что вроде понятно. Да, Леш? Черные, серые, мертвые? Где? Мы переводим серые, мертвые, которые в страны, ягодные, которые в страны. Значит, Алексей спрашивает, не будет ли конфликтовать серые, мертвые, если переводить их в материальное пространство с черными, мертвыми? Ну, наверное, будут, я так подозреваю. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но на самом деле, так чисто из логики, но, наверное, будут. Мы этот процесс еще будем контролировать, смотреть. Собственно говоря, он и проходит контролируемо, организован так. То есть там сейчас организовано место специальное для этих объектов, где они как бы поселены. Вот в натуре, вот как я стою, да? Здесь сейчас, там есть место физическое, вот здесь вот этот объект находится, вот есть сфера его обитания, ореол. Поэтому сейчас в Сидейский центр раньше был такой открытый, сейчас он становится достаточно закрытым, потому что там существуют объекты, уже начинают поселяться, которые в непропоруденном состоянии, которые для неподготовленного человека могут быть опасны. Точно так, поэтому, понимаешь, создаётся управляемый процесс. То есть они будут, ну, условно, в неком таком резервации находиться, которая не будет входить в конфликт с какими-то естественными событиями. Как чёрная материя связана с классификацией вселенной по буддизму, мир явлений, значит, мир явлений, каузальный мир? Ну, я, во-первых, не буддийский специалист, значит, раз. Во-вторых, значит, не хочется вообще отвечать на этот вопрос, значит, есть автор метода, вы можете к нему приехать, и он нормально, с точки зрения философии, любой религии мира, возложит по полочкам все ваши такие вопросы, информацию. Значит, вы извините, это может как-то не очень красиво звучит, меня больше интересует конкретный, практически прикладный аспект. Я не знаю, насколько у меня удалось вам как бы его внедрить, но то, что надо было просто хотя бы об этом вообще рассказать в целом, да? Вот, больше философии этого вопроса, да, вот, там, как там постичь, там, и так далее, зачем это надо, там. Это вы как бы к автору, хорошо? То есть, если кому так интересно, в таком глубинном, фундаментальном уровне, да? Я предлагаю поработать более практически. Сейчас? Давайте? Значит, вот давайте мы тут поместимся втроем. Поместимся, наверное, да? Значит, давайте сейчас каким образом мы поступим. Так, есть желание поучаствовать? Так, фа-т-т. Ты? Есть желание? Я самочувствую. Как, нормально? Заходи тогда, иди в кадр, так? Значит, лучше чуть-чуть ближе сюда, я из кадра выйду, чтобы у вас было место. Вот, собственно говоря, и практика. То, о чем так долго говорили большевики, наступило. Виолет лучше сюда чуть-чуть подвинуться, да, потому что у нас картинка запаздывает с этим. Значит, вы не обращайте внимания, что у нас там есть онлайн-аудитория, это ее там дела, что там есть, да? Ваша задача сейчас поработать. Значит, каким образом? Значит, чуть-чуть в полоборота Виолетта лучше встань. Да, вот таким вот образом. Значит, это Кирилл. Значит, вот нам Кирилл и Виолетта сейчас помогут, собственно говоря, поработать. Значит, как мы сейчас будем работать? В двух вариантах. Значит, сначала Кирилл будет работать с Виолеттой. Виолетта вот впервые будет сейчас соприкасаться вот с таким явлением, как черная материя. Хотя она уже умеет подготовку, проходила различные ступени. Вы, слушатели, значит, кто владеет первой ступенью, можете сделать следующим образом. Отдать себе команду, что вы ощущали то же самое, что чувствует Виолетта. То есть, как бы подключиться к этим ощущениям, и у вас тоже пойдет определенный эффект. Кто не владеет первой ступенью, значит, есть техника безопасности. Техника безопасности очень простая. Первое. Мы работаем с открытыми глазами. То есть, мы глаза не закрываем при такой работе. Второе. Мы следим за своим самочувствием. То есть, если у нас самочувствие начинает меняться в сторону, которая нас не удовлетворяет, мы говорим спасибо, убрать ощущения. Ощущения уйдут просто. Можно просто четко себе, ясно дать команду. Обязательно дать команду. И третье. Значит, мы фиксируем, мы управляем этим процессом. То есть, мы наблюдаем за ощущением, мы фиксируем то, что с ними происходит. То есть, если ощущение появляется, мы говорим, есть. Значит, мы потом начинаем управлять. Ну, я буду помогать, давать команду. Так нужно говорить. То есть, пусть ощущение перейдет в руку. Дальше, значит, развелся потело. Еще куда-то переместиться. То есть, нам должно слушаться это ощущение. Первоначально может не очень хорошо слушаться, но нужно довести, чтобы оно было управляемым хорошо. Есть? Понятненько? Соответственно, вот кто не владеет, тоже могут таким образом делать. То есть, вы сейчас садитесь в позиции ученика. Кто у нас сидит за экранами, кто у нас сидит в аудитории, тоже садятся в позиции ученика. Значит, кто у нас забыл, что такое позиция ученика, то это на краешек стула нужно сесть. Ноги поставить на ширине плеч. Значит, на ширине плеч, согнутых в коленях, руки положить ладошками на колени. Спинку ровно, мокрошку вытянуть вверх. Значит, Виолетту я попрошу протянуть вперед левую руку. Значит, Кирилла попросить, значит, в пространстве протянуть руку. Значит, и в пространстве попросить, чтобы у тебя, значит, к твоей рабочей руке, какая у тебя правая или левая, проявилась там черная материя. Значит, вам-то, как я говорю, сейчас лучше работать не надо. Вы должны сейчас делать, как вот Виолетта, то есть наблюдать за ощущениями. Есть, да? Значит, ну Кирилл уже работал, он просто, у него номер телефона есть. Теперь попроси, чтобы, значит, она вошла в твою правую руку, в рабочую. Черная материя. Можно в две руки, но лучше в одну. Получается, нет? Потихонечку. Можно отдать такую команду, значит, представь себе, что у тебя за спиной, значит, находится Вячеслав Михайлович Бронников. Он тоже есть представитель этой черной материи. Можешь отдать команду. Бронников, проще, черная материя, зайди ко мне в руку. Есть, да? Вот, вот, не надо расширяться, ты концентрируешься только в руке. Только в руке, все. Есть. Есть, хорошо, Кирилл говорит, есть. Теперь попроси, чтобы она, значит, создать связь такую, значит, к левой руке Виолетты. Попроси, чтобы она вошла в левую руку Виолетта. Наполнила ее. Как бы из твоей руки такой, как бы, луч. А Виолетта говорит, есть ощущения. Вам вряд ли слышно, ребят, я буду повторять, что они говорят. То есть, Кирилл спрашивает, как самочувствие у Виолетты. Отлично, сейчас, секундочку, я повторю. То есть, волнообразные ощущения, они появились, как только Кирилл начал работать с объектом. Сейчас они усиливаются, да? Хорошо, а теперь, значит, достаточно Виолетта, может, попроси, значит, чтобы черная материя наполнила всю руку твою. И ученики, может, по руке провести. Вы сами команды не отдаете ученике, вы просто наблюдаете за теми же ощущениями, то есть, как бы, настраиваетесь на Виолетту. Таким вот образом. Есть ощущения, идут по всему телу, идут, дальше уходят, волнения по телу, идут. Самочувствие, интересное, необычное. Нормальное самочувствие, интересное, необычное. Попроси, чтобы, значит, черная материя разошлась по телу. Нужно отдать, значит, когда она так входит, нужно поуправлять. То есть, чтобы она разошлась по телу, потом сконцентрировалась в какой-то части тела, там, в левой ноге, в правой ноге, да? Отдельно, то есть, чтобы эффект был управляемый. Если в этом время смотреть на человека в тонком плане, то это очень хорошо видно. То есть, у него определенная субстанция такая. Ну, кто видел, например, спайдермен, там, какую-то там, третья или четвертая часть, там, где в него входила такая космическая субстанция, там это хорошо показано. Визуально. Какая-то, как, я полностью удавляю, как подкаливая, полностью, каждый палец, подожка. Очень приятно, именно, мне ощущение, как внутри. Я, опять-таки, еще раз повторю, что они направные, и... Ваши ощущения, что маскара не прижал. Хорошо. Сейчас достаточно просить, чтобы вернулась назад в руку Вилета. Я повторю, что говорил Вилета, что идут ощущения по всему телу. Даже возникает жар по всему телу, небольшие вибрации. Вибрации большие идут. Попроси, чтобы она ушла в руку и в руке успокоилась. Вошла в нейтральное состояние. Деактивировалась. Есть? Есть. Отдай команду убрать ощущения все. Кирилл тут тоже. Или ты говоришь, что есть ощущения очень необычные. Успокаивается тело, да, отлично. Отлично. Жар ушел, волнообразные эффекты ушли. Как сейчас самочувствие? Очень бодрое. Очень бодрое самочувствие. Как вообще сейчас, как ощущения? Необычные? Необычные во время процесса, очень необычные ощущения, потому что ты попадаешь в некое другое измерение, если можно так вывод, потому что присутствуют разные ощущения, разные даже эмоции. А при возвращении, естественно, уже на уровне качественные. Отлично. Здорово. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь пока. Присаживайтесь, спасибо. Значит, я попрошу всех, кто участвовал сейчас в такой работе, написать, какие были ощущения, значит, написать, чтобы я понимал. Значит, если кто себя плохо чувствует, тоже напишите. Значит, вот девушка Айла писала, что плохо себя чувствовала, значит, правильно сделали, что убрали ощущения. Значит, если остались до сих пор, скажите, мы сейчас тогда поработаем, ослабим эффект. Значит, я скажу пока, вы пишете, что Виолетта говорила в конце, что пока входила в черную материю, были очень необычные, непривычные ощущения в теле, значит, очень такие, как будто в другую реальность, да, ты какую-то попала, значит, в другую такую, значит, энергетику совершенно, значит, потом, значит, они уж пишут, что Виолетта говорила в конце, что пока входила в черную материю, были очень необычные, непривычные ощущения в теле, значит, очень такие, как будто в другую реальность, да, ты какую-то попала, значит, в другую такую энергетику совершенно. Потом они ушли, и это ощущение ушло вместе с ними, и потом осталось состояние бодрости. Ходил маленький момент сразу же, чтобы отметить. Если возникает жар в теле, это признак того, что неготовчинка называется. Тело является сопротивлением пока. Жара быть не должно. То, что на первых этапах возникает, хорошо, но нужно больше заниматься. Тело сопротивляется этому. Возникает тепловой эффект. Этого быть не должно. Это признак того, что нужно больше заниматься, упражняться. И с этой техникой, и с другими техниками. Быть большим проводником. А то, что возникли такие хорошие ощущения, хорошо, в какой-то степени готово. Пошла реакция, потому что если человек не готов, у него и реакции толком не будет. У него будет неприятно идти, загонять его наоборот. Не на развертку работать, а наоборот на свертку. Это означает, что совсем пока не готов. Надо, значит, заниматься. Вот я пока вы там пишете, дополнительно расскажу. Я там дополнительного времени этого, значит, некого обряда такого проходил, там еще определенную работу такую, значит, и далее определенной еще дополнительной техникой, которой надо заниматься. Я им занимаюсь, а у меня тело начинает бояться. Я нормально, в трезвом сознании, все, а тело делает. Я повторяю, но и выбрасывает меня из этого состояния. Тело боится. Я говорю, да тихо, Шань, все, все свои, все на месте, все хорошо, успокойся. Да, поговорю, все, только начинаю делать. Так, то есть, я пока вот с ним борюсь, но у меня вот такой, там, третий, четвертый день, как-то уже успокоилось, понял, что хозяин задолбел, все равно, надо что-то с этим делать. Бояться бесполезно. С телом может таким образом реагировать. Значит, давайте пройдемся по ощущениям, какие было. Покалывание в руках было, я, значит, мне так не видно, мне так не видно, поднимите, пожалуйста, вверх. Значит, покалывание в руках было, я за парнем стал наблюдать, а не за Виолетой. Как только начало работать с Виолетой, меня стало поташнивать, сейчас прошло. Ну, значит, нужно заниматься собой, значит, нужно заниматься, не знаю, Айла, напишите, проходили ли вы какое-то обучение, там, хотя бы, во первой ступени, если проходили, значит, надо заниматься больше энергетикой. Значит, то, что сейчас прошло, ну, хорошо, что прошло, так? Левая рука холодела. Ну, то есть, это могут быть разные эффекты, вообще, должно не холодеть, должен быть эффект определенный пойти. То есть, то, что холодело, тоже означает, нужно еще заниматься. Эффект должен пойти такой специфический. То есть такое ощущение, что наливают руку некой живой разумной субстанции. Она ощущается очень динамичной, она переливается, она живая, у нее свой разум есть. Это необычный объект. Это не просто энергия какая-то, это очень фундаментальная субстанция. То, с чего был порожден мир. Ничего страшного, надо еще заниматься. Почти пойдет. Я думаю, сейчас еще более усложненный вариант показать, но видимо пока не будем. Мы сейчас будем каждую неделю делать такие занятия, в процессе уже посмотрим, либо разобьемся на какую-то категорию, кто более готов, менее готов, потому что пошли такие первоначальные реакции. Значит, пока более интенсивный вариант показывать не будем. Хотя, посмотрите, видите, это сколько сфер как бы ослабления стоит. Значит, еще через Кирилла, Кирилла через Виолетту и то пошли, идут какие-то негативные реакции. Понимаете? А если напрямую соприкоснуться, представляете? То есть, это достаточно опасно. Значит, хорошо. Значит, ну вот Эйлон только начал заниматься, надо продолжать эту историю. Значит, надо дальше делать. Прокрутите меня, пожалуйста, скролл с комментариями. Значит, ага, спасибо. Значит, еще-еще-еще-еще-еще. Значит, похолодало сильно электрическое, пока у него лил руке. О, такое может быть. То есть, электрическое, такое пока, электрический эффект. Оно в какой-то степени, да, действительно схоже. Значит, рука стала как из металла. О, это хорошая, правильная реакция. Значит, мышцы буквально скрипели при движении, но по телу движение не ощущалось. Но его особо не ощутил, к сожалению. Значит, ну, значит, тут действительно такое ощущение, как будто руку наливают металлом, таким живым. Есть металл такой, он, как бы, тяжелый. Это такая живая, как бы, живая сустанция. Значит, у кого-то вот пошли в начале, значит, обтекания, немного вибрации, наполнения. Ну, хорошо, мы сейчас не будем сильно, значит, с вашего позволения работать. То есть, у нас еще, то есть, есть время. Мария говорит, может, наоборот, показать усиленное. Ну, да, отлично, да, а потом сидеть до двух часов ночи и отваливать, да, вас там в разных состояниях. Спасибо большое, я вас держусь. Значит, давайте постепенно двигаться, то есть, у нас нет задачи, значит, у нас есть еще время, да, мы по отношению какой-то прослойки цивилизации, понимаете, то есть, люди там еще лет 10 будут об этом доходить, соображают, есть шарик, нету шарика, понимаете, там есть энергия, нет энергии, понимаете, то есть, мы в этом плане ушли достаточно далеко, поэтому не переживайте, все хорошо. Страшно стало после работы, это тело испугалось, да, то есть, это тело боится, так, и могут быть эти объекты так реагировать, то есть, они там в трансе, но это одновременно им профилактика такая, так, то есть, если хозяин такими вещами занимается, они уже в курсе дела, значит, мы на правильном пути товарищей, то есть, это профилактика одновременно для серых объектов, с которыми вы связаны, то есть, это есть хорошо. Ну что, давайте какие-то вопросы, может, у вас есть? Что, значит, рассказывать сказки, это моя профессия, вот, масса чего можно еще говорить, значит, что такое космическая органика? Хороший вопрос, значит, короткий вариант, ответ на него, длинный вариант, значит, извините, это лекция там, на два часа, опять-таки, есть у Чесла Михайловича своя лекция об этом поводу, посмотрите, недавно вот он читал лекцию там по поводу живых кораблей, значит, и космические, значит, черные жемчужины, вот буквально там, в 16 июня это было, там, скиньте ссылочку, коллеги, значит, коротко, значит, вот черная материя, а за ней есть еще более первородная субстанция, да, то есть, конечно, оно так звучит, есть первородная субстанция, у нее есть как бы то, что породило ее, а есть еще более первородная, но, к сожалению, нету терминологического аппарата, который бы этим нормально можно было описывать, потому что сейчас говорить там, там, бог, там, природа, еще чего, это тоже ни о чем, да, и каждый представляет себе, при этом, ну, значит, каждый все, что захочет, поэтому, ну, если образно говоря, то это некий, как бы, ну, космическая органика, это прородить существа, которая, или разумная субстанция, которая породила эту черную материю, потом черная материя уже породила все остальное. Значит, самому можно призывать черную материю, чтобы сами в паре работать, значит, ну, кто чувствует, что он готов, так, под вашу ответственность, коллеги, то есть, чувствуете, что готовы, ну, вот это Гриша Сундырин спрашивает, да, я думаю, что он должен быть по идее, по идее готов, с одной стороны, с другой стороны, вот мы сейчас, когда делали диагностику людей, написали люди, которые хотят приехать на ритуал, мы делали диагностику, там вроде такие уже, все готовы, понимаете, должны быть, а компьютер смотрит, а случайно тебе говорят, не готов, так, опасно, вот, поэтому смотрите уже, как-то по своему самочувству, то есть, я же показал, значит, как-то работать с этим можно, дальше можно повторять, ну, очень аккуратно, значит, там, в окружающих тоже, то есть, аккуратненько все это делать, с осторожностью, то есть, смотреть, видите, я хотел дать нормальную технику, потом усложненную, думаю, прежде чем давать нормальную, попробуем такой вообще тестовый вариант, тестовый, смотрю тестовый вариант, не, пошло никаким реакциям, нормальную давать не будем, усложненную так не будет, то есть, надо так вот по чуть-чуть сюда делать, все же говорили, я пропустил, может быть, значит, смотрите, так вот, если на пальцах всем объяснить, Королев, когда создавал ракету свою, первую, он ее создавал в подвале, можно сказать, с напильником, видите, то есть, у нее не было ни условий, значит, вот у нас сидит парень, который хорошо науку знает, тут он кивает, с напильником, то есть, создавалось подручный средств, почему, а до него кто-то создавал ракету, нет, поэтому надо было что-то придумать, как-то все это вообще из пальца высосать, какая у него была культура этого производства, нулевая, то есть, мог он как-то что-то кому-то объяснить, как это все работает, ну, в реале, толком, то есть, мог в какой-то степени, в похожей ситуации, то есть, несмотря, а он представлял себе, ну, конечно, представлял, ракету-то он сделал, практически эффект он получил, но момент переноса дальше, это формальные прикладные знания, он займет какое-то время, и к этому надо быть готовым, знаете, тут то же самое, то есть, как бы я понимаю, что хочется сейчас, чтобы вам дали сразу какое-то упражнение, тут так, всяк, это, тут алгоритм из трех последних шагов, я их каждый день делаю, и мне всю жизнь будет хорошо, но, к сожалению, такого алгоритма у нас пока нет, то есть, мы сейчас некая такая, вот первая волна космонавтов, там, или королевых, которые занимаются этим отрабатывать, то есть, теоретически, это все понятно, но как это объяснить, перевести в нормальное, понятное прикладное русло, понимаете, этот путь надо пройти еще, вот, что говоришь, плюс, есть большой вопрос безопасности, что говоришь, плюс, есть большой вопрос безопасности, вот мне подсказывают, правильно говорят, то есть, видите, есть как бы упражнения, мы начали только их трогать, у кого-то уже негативная реакция, хорошо, это, ну, тоже надо разумно все это сделать, потому что у нас же нет задачи всех дестабилизировать, нет проблем, сейчас можно включить там, по воздействию, все будут в трансе, все это почувствуют, наэлектризировалось, и что дальше, люди поприезжали после мероприятия, надо разумно все это сделать, потому что у нас же нет задачи всех дестабилизировать, нет проблем, сейчас можно включить там, по воздействию, все будут в трансе, все это почувствуют, наэлектризировалось, и что дальше, потом неделю будете отходить, хорошо, если неделю, люди поприезжали после мероприятия, да я поприезжал, приехал, два дня собирал все вместе, ходил, упражнялся, тут занимался, понимаете, потому что дестабилизация организма идет очень сильная, поднимите чуть вверх, пожалуйста, а схема работы бронников, значит, ну, спрашивают, по каким схемам работает, то есть используя за спиной, кто вот знает эту схему, я сейчас лишний раз не буду рисовать, значит, надо этим заниматься, значит, по этим различным схемам, хотя нет, значит, и кое-что уточню, почему идет еще проблема с дестабилизацией, с некой неготовностью, значит, представьте себе, сейчас к вам приходят и говорят, ну, условно, вот вам миллиард долларов, значит, что с ним будет сделать? то есть не воображение, не соображение, даже как, куда вообще, и как с ним обращаться, нет, то есть, ладно, миллиард, миллион долларов, вот вам дали миллион долларов, понимаете, я вот на всяких вебинарах, таких уже приводил пример, человек говорит, давай тебе миллион долларов, что ты с ним будешь делать? Говорит, я его в банк положу, ну, все, ты уже в тюрьме, в первых, ты не спросил, а в каких банкнотах тебе дали, потому что если это в 100 долларов, это еще ладно, так это всего лишь, сколько там, 10 килограмм веса, значит, а если это в 10 долларов, то это 100 килограмм веса, а если в долларов банкнотах, то это полкомнаты денег, то есть, что ты с ним будешь делать, как ты их будешь увозить, на какой счет ты их положишь, положишь на счет, тебя завтра спросят, а откуда ты их взял, значит, довезти до банка, нужно еще довезти, на чем, на такси, на машине, как, в мешках, в чем вести будете, потратить, нужно тоже на что потратить, то есть, это проблема, то есть, если человек не готов к этому, у него от этого миллиона долларов будут одни проблемы, есть такой фильм хороший, там классно это показывает, старикам здесь не место, человек получил чемодан с деньгами, и у него начались в жизни одни проблемы, сказалось, все должно наладиться, нет, все не навалилось, и все только ухудшилось, и перебили всех родственников, и мама дорогая, что начало происходить, хотя вроде чемодан денег, радость-то какая, это и радость, значит, то есть, готовность должна быть, у человека какая-то психологическая, мировоззренческая, знаете, значит, он из эпохи должен быть нужный, то есть, если он из эпохи героизма, то ему делать черной материи нечего, она его будет только замыкать, подавлять, потому что он, значит, эпоха героизма, что говорят? Я здесь номер один, ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, видите, я даже не сам показывал, или это попросил, Кирилл подошел, знаете, то есть, я стараюсь не быть героем, вот, Вот, значит, системно подходить нужно. И, то есть, что с ней делать, с этой черной материи, темной материи? То есть, чтобы нормально ответить на этот вопрос, у человека должна быть какая-то готовность ко всему этому. Тем более, что если он хочет ее как-то использовать, или серых мертвых как-то использовать. А у вас есть задачи, под которые вы можете серых мертвых нагружать, как это работает? У вас какая задача? Значит, вы за водкой бегаете и много времени занимает поход в магазин и обратно? Хочется бегать быстрее, или чтобы водка сама приходила? Задача какая? Вариант, да? То есть, ну, будет сложно, понимаете, под эту задачу, чтобы у вас получилось. И будут идти один негативный реакция, то есть, она будет все как-то через пень колоду. Значит, задачи у человека должны быть определенные. И для того, чтобы человек был в состоянии с этими эффектами работать, у него должно быть несколько моментов. Первый момент. Значит, у него должна быть большая, большие цели и большая практическая деятельность. Какие у вас цели? Значит, коротко. Вот был на форуме, значит, там, всеукраинский форум молодых лидеров. Там такие самые умные, типа, лидеры собрались в Украину. Типа, значит, спрашиваешь у лидера, какие твои цели на 20 лет ближайшие? Такой, ну как, все просто. Значит, трехкомнатная квартира в Киеве. Порш Каен, жена, двое детей, 10 тысяч долларов в месяц. И я в трансе. Во-первых, как-то скудненько вообще, даже как-то печально за человека. Даже в материальном плане. Как это значит? Даже помечтать человек нормально не может. Раз. Два. Это же лидер, человек, который должен кого-то к чему-то вести. Лид, да? Вести. И к чему-то собрался вести. К своей квартире, машине и к своей жене в постель. К чему ты собрался вести? То есть целей нет. Если нет целей, то о каком лидерстве вообще о чем-то можно говорить? То есть в реальности что-то получится. Поэтому у человека должны быть большие цели и большая практическая деятельность. И это является его как бы некой сферой безопасности. Тогда это как бы черная материя. Она как бы информационно торпедирует не его, а некую систему распространяется. На вот эту деятельность и цели, которые у него есть. То есть не концентрируется на точке какой-то. Мне надо машина. Я хочу быть самым лучшим. Я сейчас овладею черной материи и буду всех мочить налево-направо. То есть у него есть какие-то большие цели. То эта черная материя, она как бы по этим информационным каналам, это в тонком плане видно, как пит дать. То есть если человек, извини, пожалуйста, капуста, то это видно, у него на обу написано. Он может одеть какой хочешь костюм, а на обу у него написано, кто он есть на самом деле. В тонком плане это все видно. И чувствуется. Один из индикаторов, как определить человека вообще, что из себя представляет. Вы общаетесь с человеком. Если вы хороший проводник, вы общаетесь с человеком. Если у человека большой потенциал какой-то внутренний, то общаясь с ним, у вас будет идти раскрытие внутреннее. Вам будет хотеться что-то сделать, что-то ему рассказать, что-то новое какое-то сделать, будет идти какая-то новая нестандартная информация, будет какой-то эффект идти новый. А если человек внутри кусок непонятного вообще чего, то общаясь с ним, у вас внутри будет, вы же тоже проводник, да, хороший, у вас внутри будет вот это непонятно что и проявляться. Кос? Это один из индикаторов. Или потому, как человек реагирует на новое. Да я вообще самый неосознанный изначально в мире. Я сам с этим согласен. Значит, по делам судимы будете сказано. Не по осознанности, в Библии сказано, если судить будете, да? А по делам. Поэтому должны быть цели и дела. Второй момент. Должна быть команда людей, с которыми вы взаимодействуете. Это техника безопасности при работе с этими явлениями. Значит, коллектив. Что имеется в виду под командой? Штат сотрудников и команда – это две разные вещи. Команда – это человек, ну, условно, которому, ну, пускай не жизнь ты можешь, в идеале это жизнь. То есть, которому у вас есть большой степень доверия и уважения. Зачем это нужно? В процессе приобретения необычных качеств, и чем больше человек их будет получать, тем у него могут заползать всякие сущности. Те же самые серые. Он может становиться… У меня есть один коллега, он как начал зарабатывать деньги большие, ему вообще, значит, это что с чем-то. Он заходит в помещение вот так. Он летит у него. Он не касается этой грешной земли. Он как бы вне вообще временного измерения и пространства. У него лярва уже поселилась, связанная с этими делами, и как бы там человека почти нет. Он ее накачивает, накачивает, накачивает. Значит, а зачем нужна команда? Команда не даст тебе это сделать. Как только она будет видеть, что ты шаг лево, шаг вправо, кто куда-то не туда, они скажут, слушай, там, Антон, что-то мы за тебя беспокоимся, что-то у тебя не то происходит, что-то себя вести начало как-то странно, то, все, то есть, какие у тебя те проблемы, а эти проблемы. Коллега, давай-ка что-то с этим делать. Они оперезлять будут. И будут создавать сферу безопасности. Соответственно, вопрос. У вас есть команда? Какая команда должна быть? Должна быть 12 человек команда. И эта команда должна, с одной стороны, заниматься практической деятельностью какой-то с вами вместе. С другой стороны, вы должны доверять и уважать ей. И с третьей стороны, они должны обладать определенным тонкоматериальным потенциалом. Простой пример. Мне для практической деятельности недавно надо было заниматься определенными техниками. То есть, я начал заниматься одним проектом, там проект очень сложный. Там сложные информационные построения в этом проекте. Эти информационные построения начали меня торпедировать. Чтобы компенсировать давление от этих информационных построений, мне нужно было выстроить определенные техники, начать с ними заниматься. Я начинаю ими заниматься. Люди рядом начинают себя плохо чувствовать. Только начинают заниматься этим, люди начинают рядышком плохо себя чувствовать. Вопрос, что делать? Не заниматься, я отъезжаю. Занимаюсь, они отъезжают. Ну, понятно, что не заниматься, но надо бы я начал срочно делать, делать его движение, чтобы преодолеть эту ситуацию. Потому что и тот, и тот эффект, он как бы негативный. Должна быть команда у человека. Третий момент. Человек должен быть общественником. У него цели общества должны быть выше, чем свои. Мы приехали с ребятами, вместо того, чтобы заниматься своими делами, особенно после этого обряда, только собрались вообще с мозгами, первым делом что-то сделали, организовали мероприятия, рассказали, пояснили, постарались как-то, начну какой-то свой опыт, какую-то свою возможность, как-то вам донести. Насколько получилось, это уже как бы вам решает нам, да? Но как-то пытаемся быть каким-то общественником. То есть, в первую очередь, передать дальше. Общественник, общественник, общественник. Общественник. Третий пункт. Хорошо, буду стараться писать больше. Спасибо. Значит, четвертый пункт. Угадайте. Ну что, вариантов нет? Значит, если нарисовать так человека, то можно сказать, что цели находятся над ним. Значит, цели находятся над ним. Вот эти вот мертвые, всякие его потенциалы, его потенциал, в том числе и миссия, вот тут ребята говорят, миссия, находится под человеком. То есть, это то, что как бы все равно с прошлым, потенциалом, да? То есть, касса есть. Это у вас уже есть. Это у вас не будет касса, касса у вас уже есть. То есть, потенциалы, какие-то возможности, качества, они уже есть у человека. Деятельность, она находится перед человеком. Деятельность. Так? Команда, это как бы есть вы. Будь мною, я тобой, и тайна откроется тебе. То есть, вы есть команда. И общественник, это есть этой, частью. Ну, то есть, в данной системе, то есть, как бы в данной схеме это нужно так рассматривать. То есть, и есть общественники цели. И у человека, за человеком, что-то должно быть. То есть, сейчас я вам поясню, чтобы вы поняли логику. Не просто так, как бы сосканировать. То есть, вот вы хотите заниматься черной материей. Это ваш потенциал. Вы хотите увеличить потенциал. Чтобы это прошло безопасно, вам нужно увеличить срочно цели. Чтобы это имело смысл, значит, нужно быть, деятельность реализовать большую. Чтобы это происходило для вас безопасно, должен быть коллектив, вы должны этот коллектив уметь работать правильно. Но здесь не хватает теперь следующего элемента. А что же за человеком должно быть? кто-то говорит, человек пинатель. Ну, близко, близко пинатель. То есть, тут должен быть учитель или система учителей. Я прошу прощения, если не видно, я повторю. Здесь написано учитель или система учителей. Учитель формирует некий проект вашей деятельности. И он уравновешивает деятельность здесь и с проектным пространством. Если у человека за спиной этого объекта нет, учителя, то его деятельность постоянно будет подавлять. Он будет уставать, он будет себя плохо чувствовать, он будет идти в раскорячку, у него динамика будет очень большая наступать здесь. Значит, он будет принимать ошибочные решения часто. То есть, а если у него учитель там есть? Ну, не будет. Потому что ответственность тогда за его решение будет не на нем, а на учителя. Прежде чем какое-то решение принять, нужно спросить, а что по этому поводу думает учитель? А что бы в этой ситуации сделал учитель? И сам Михаилович Бронников приведет такой пример. Говорит, мне в 44 года пришлось срочно авральными темпами там, ну, как бы наступил новый этап жизни, и учитель пристал передо мной задачу не опираться на его мнение. Говорит, я 10 лет, говорит, отучал себя от этого. Говорит, я всю свою жизнь, говорит, у меня была такая схема мышления, что бы подумает учитель, и что учитель в этом случае сделает. А потом только что-то делать. Всю жизнь, 40 лет. А тут вдруг учитель сказал, все, теперь ты должен сам принимать решение. А у обычного человека, у него вообще мыслей такой не было. Кто бы там что вообще подумал? Я хочу туда! Принем, все! Кто там сейчас? Какой учитель? Какой наставник? О чем вообще идет речь? У меня нет учителей, я тут учитель. Я супермен, я герой. Я тут самый осознанный. Человек должен быть учитель. В нашей системе у нас есть учитель. Это представитель космической органики. Давайте я лучше переверну. Предыдущая схема была просто с развитием потенциала. Первое это учитель. Представитель космической органики. Некое сверхсущество, которое и то и то оружие, но есть небольшие этапы эволюции развития этой технологии. Точно так же. То есть учитель породил сущность метода. Есть объект, сущность которого сопровождает весь наш процесс. Таких сущностей существует 8 штук. У нас не все знания, только 8 штук. Это да. Есть объект, сущность которого сопровождает весь наш процесс. Значит, таких сущностей существует 8 штук. То есть у нас не все знания, только 8 часть из них. Значит, и впереди идет процесс объединения этих 8 школ. Сущность метода породила Бродникова Вячеслава Михайловича. Значит, заметьте, не Бродников породил метод. А наоборот. Бродников, соответственно, породил неких, скажем, своих специалистов. Специалисты породил, создал, воспитал, обучил. Какое там слово вам ближе. Специалисты, ну, условно, значит, создали каких-то там учеников. Соответственно, есть такая логистика. Вот в какой, значит, системе вы обучались, вот такое желательно ее использовать. То есть, если, например, вы обучались у какого-то специалиста, то вы должны представлять себе, что у вас за спиной есть специалист, у него за спиной, значит, автор, потом сущность метода, потом учитель. У вас эта система будет тогда таким образом работать. Это будет очень сильно проявляться. Я показывал на разных вебинарах, на занятиях. Если человек прокачку делает, он такую систему себе за спиной выстраивает, у него сразу же другой принципиальный эффект идет. Если он там что-то делает, значит, сфера защиты меняет, полевая структура, если смотреть на него в томком плане, у него там реорганизовывается масса чего в этот момент. То есть, это очень важный, значит, аспект для человека. Если, соответственно, вы напрямую обучались у автора, ну, вам менее повезло, в какую-то степень. Потому что у вас, значит, у автора нужно обязательно, вот если вы хотите стать профессионалом, например, первую ступень, у автора обязательно надо хоть раз ее пройти, потому что то, как дает он ее он, и то, как дает специалист, это две большие разницы, да? Значит, специалисту, он дает больше практический аспект, а он философский, да? Этой же технологии. Ну, ладно, и с этим, если вы проходили напрямую, вы, как бы, определенный потенциал, ну, как бы... Мне, например, менее повезло, я вот напрямую обучал своего автора в этом плане. Соответственно, вот человек должен такую систему за собой представлять и за собой таким образом ее формировать. Изначально там жить, но он должен об этом обращать внимание и это за собой выстраивать. Ну, у нас сейчас нет времени, как бы, подробно, о чем говорить. Если заходить, это будет клубное занятие, мы разберем, как это конкретно с этим принципом работает. Ну, я думаю, что мы с вами, собственно говоря, будем прощаться ненадолго. Мы буквально, значит, либо в понедельник, либо во вторник, значит, продолжим такие занятия, значит, там информация будет доступна. Будет ли запись этого мероприятия, значит, я вам в данный момент сказать не могу, то есть там, как наши ребята, там, технические отделы уже там организуют все это. Значит, что вы хотите в контакте больших целей, значит, значит, мой опыт показывает, что сколько ни пиши эту схемку в такой последовательности, люди ее воспринимают исключительно в обратной. То есть начинают идти, значит, отсюда. Нет, это с какой-то точки зрения правильно, то есть должен быть учитель, да, значит, должна быть вся эта система, да, но, значит, люди обычно сталкивают, значит, даже вот сейчас, я нарисовал схему исключительно фотографировать, значит, зарисовать, о, это что-то интересное, туда-сюда, так, значит, то есть, значит, людям как-то, ну, кажется, что это, ну, вот это что-то такое необычное, а? А это, ну, большие цели, ну-ка, непонятно, что должны быть большие цели, да, типа, мы об этом послушали, и это, как бы, хорошо, и на этом мы успокоились. Вот, значит, ну, а повторюсь, я зачем сейчас, как бы, такой цирки что-то к концу устраиваю, потому что вот это самое важное, что если у вас есть учитель, у вас потенциал огромный за вами есть, да, значит, у вас есть способности, там, черная материя, серая мертвая и прочее, да, у вас команда есть, вы гоняете шизу толпой взад-вперед, понимаете, от лево к право, к правому левому, то вы будете первые в очереди в морг, первые, а не последние. Это я вам сейчас говорю не как Антон Геременко, а как представитель этой системы знаний. Первое, потому что вы, обладая знаниями об этом все, будучи в курсе, не делали дел, и за них будете судимы. Незнание законов, конечно, не освобождает от их ответственности, но их знание ее увеличивает, эту ответственность. Зная эту историю, мы пытаемся как-то делать какие-то дела. Уж больно пожить охотно. Yes, вот Николай мне подсказывает, есть фильм, рекомендую вам его посмотреть. В общем, он тоже связан, как у вас, с всей этой темой. Называется «Война бессмертных», там, пирамида в Нью-Йорке прилетела. Значит, и «Бессмертная война миров», значит, и, ну, не так важно, значит. И там есть фраза такая, кому много дано, с того много спросят. Ну, как-то так, смысл такой. И это «Аминь». Поэтому, собственно говоря, коллеги срочно, бегом. Нет, конечно, самый простой вариант – это, значит, ну, помните, у нас тут была схемка, первый путь, да? Я не в курсе, что это было, меня здесь нет. До свидания, значит, вот, все хорошее. Или второй вариант, тоже у нас очень любят. Ну, да, я в курсе, что вы занимаетесь, молодцы. Значит, большая практическая деятельность. Поэтому мы сейчас организовываем, значит, эти клубные занятия. Сейчас мы, значит, еще активизируем деятельность там по психиобиокомпетентной долине. То, что вы там знаете по психиобиокомпетентной долине, там, кто что знает, это и процент того, что сейчас все готовится, не делает. Просто оно все постепенно разворачивается. Первые шаги мы сейчас делаем. То есть там психиобиокомпетентная долина строится, как некий торсионный генератор огромный. По определенному принципу, значит, сейчас не буду детально об этом рассказывать. Это тибетский принцип, буддийский построение головы дракона. Тут есть четыре основных объекта. Один основной объект, четыре дополнительных. Что-то у меня не очень равномерно получилось. Я, прошу прощения, под углом стою. Есть 12, значит, еще объектов. И они порождают тут огромные такие деревья еще. Ну, в общем, связанные с различными массами людей. В общем-то, такая большая система мощная. Вот, то есть, почему? Не имея такого, то есть, эта система, которая должна работать с миллионами людей, перед собой определенную такую систему, такие цели, это надо быть самоубийцами, поскольку самоубийцами у нас как-то с этим не сложилось, то, соответственно, есть большие цели. Вопрос, как подключиться в систему, значит, скиньте, пожалуйста, контакт, ребята, там, значит, на анкетку, ссылочку. Пришлите, значит, и дополнительно на следующих клубных занятиях мы об этом еще поговорим. Мы с этим конкретно поработаем, потому что важная часть нашей клубной деятельности заключается не просто в разъяснении каких-то принципов, там, значит, работы с методом, это просто инструмент, а нужно делать дела, делать деятельность, да? Один из важнейших аспектов будет, мы постепенно сейчас выстроим это, в следующий раз это будет больше на этом акцента еще, значит, как организовать деятельность, выстраивать на местах, клуб, вот люди говорят некоторые, значит, мне вот в городе заниматься не с кем, у меня нет людей, вот обученных, значит, я живу в деревне, в ней всего три человека, один слепой, один инвалид и я, значит, и нам не с кем заниматься, да? Типовая ситуация. То есть, люди не умеют нормально общаться, не знают, как это все выстроить, что вокруг себя коллектив единомышленников будем помогать вам все это делать. Хорошо, значит, на этом, значит, сегодня будем с вами постепенно прощаться, значит, с кем-то из вас, наверное, увидимся на следующем клубном занятии, сейчас у нас еще будут вебинары Вячеслава Михайловича Бронникова, значит, мастер-класс начинается, да, там у нас 14 июля Феодосии, с кем-то увидимся уже на лагерях, там, либо тоже в июле, либо в августе, на лагерях хорошо звучит, да, значит, на Колыме увидимся, значит, хорошо, значит, сейчас у нас уже время черпалось, всем большое спасибо, значит, хотелось бы в конце попросить вас... incidents... я не знаю...